Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, вот, человек, с которым мне лично общаться очень приятно Вот, и это никто иной, как Арсен Маркарян Привет, Арсен Здравствуйте, Вадим, спасибо, что пригласил Да, наконец-то до меня дошел Вот, и как целочка Очень долго ломался Вот, то ты куда-то срочно сваливал, то у тебя Испания То еще что-то Скажи, чем ты так сильно занят, что ты так долго тянул Со своим приходом сюда На данный момент? Да, я, честно говоря, просто хотел быть в соответствующем, знаешь, таком эмоциональном заряде Вот даже Мы сейчас с тобой недавно потренировались И эта тренировка получилась хорошей Потому что я Хотя бы неделю готовился к этой тренировке То есть, типа, я каждый день ходил в зал Просто чуть-чуть включался И еще что-то И здесь то же самое То есть, знаешь, есть такие люди, которым Не нужна вообще настройка Вот он встал и пошел Я не знаю, кстати, как это в железном спорте Но вот в боях, вот я тебе говорю Я помню, у меня был шок-контент Это было соревнование Поволжский федеральный округ Парука-пашки Я сижу А я всегда, я заряжаюсь, короче Появил, типа, как будто бы Как будто на гранировного срыва, да? Да, да Такой стероидный И мой соперник просто, типа, объявляется Он просто, знаешь, с лавки Скатывается на пол Он реально спал Его вызвали, он встал, пошел И реально отбился Все в порядке И вот здесь то же самое Есть люди, которым вообще не нужна Настройка Есть люди, которые без настройки Ну, такой покажут, как грел гоблин Пятикратно переваренный кал Вот, чтобы вот вас Не засорядить его эфир Кстати, ты меня, наверное, просто не видел В этом состоянии Ну, в биполярном, который Вторая его часть Депрессивная Ну, мне кажется, люди тебя вообще редко в нем видят Потому что им не показываешь все Да, да Поэтому я просто не хотел руинить катку Вот, и все Ну, то есть, слушай, вообще Много людей спрашивают Даже мне в лишние сообщения пишут Типа, как будто это твой менеджер Да, из-за этого Типа, он же не вообще Типа, что случилось? Ну, ты раньше вел какую-то жизнь в Инстаграме А сейчас там, везде у тебя Пеоретически пустые странички Да, да Это вот тоже поэтому случается? Типа, я не в потоке, идите на? Слушай, ну, вообще, вообще Кстати, я не успел пошлить Хотел сказать, что я не видел Видос такой, мем классный с Гордоном Типа, парень купил девушке айфон Она, ну, спасибо Я купил танго в доте с его тиммейтом И там Гордон подчисляет титулы Заслуженный артист СССР Заслуженный артист СССР Человек-легенда Человек-эпоха Я его очень люблю И уважаю Мой друг Да, я знаю Я вообще так начал У меня была очень плохая привычка Я, скажем так Не могу вспомнить, кто это сказал Но вот очень-очень классный Русский писатель Со временем он сказал Потребности в самовыражении И самоактуализации Должны быть подкреплены талантом Иначе трагедия То есть, если я хочу рисоваться Я хочу показывать себя Это должно иметь соответствующее обеспечение Каким-то импактом Какой-то полезностью Я просто тебе приведу пример Ты сейчас меня поймёшь Огромное количество людей Хочет показывать себя Рассказывать о себе Ещё что-то Но они, блядь, такие пустышки И ты прям видишь Это реально трагедия То есть, человек хочет к тебе привлекать внимание И так как у него нету вот этого ядра Цельного У тебя когда-нибудь был синдром самозванца? Всегда, конечно А вот у этих его никогда не бывает Да, ну просто ты Например, инфобиза Начал заниматься очень рано Да Настолько рано, что вот прям Ну я в это время ещё Варкрафт играл Это даже раньше, чем ты думаешь На самом деле Сейчас мы это делаем Это раньше, чем Это гораздо раньше Сейчас будет история Из разряда Армянских спортсмен Занял на Олимпиаде 50 тысяч долларов Сейчас вот на уровне На уровне Типа как Джоэл Ромеро Подкупили дагестанскими девушками Чтобы он слил сойти В схватку Типа такого Я склонный к зависимости Человек Я просто в какой-то момент понял В 16-м году это началось В 17-м году Вышло Это ещё было цивильно А в 19-м это вышло На неадекватный пик То есть я в принципе Всё, что делаю Для меня это становится Таким копинг-механизмом Не важно, что это Это дота, это качалка Ещё что-то Я это делаю для того Чтобы какую-то внутреннюю тревожность Унять, загасить, отвлечься и забыться И в какой-то момент эфиры стали Настолько Ну Карикатурно Долгими Бессмысленными Я начал спать в эфирах У меня реально был эфир В котором я спал просто Я запустил и лёг спать Да, у меня были эфиры Где я там гуляю Что-то обсуждаю Я просто понял Что это настолько вредная привычка И как у любого зависимого человека Не существует Сниженной терапевтической дозы Работает только полная Невозможно бросить пить Снижая по чуть-чуть Нужна полная завязка Да, факт Нельзя лечить зависимостью потребления Да И вот я, соответственно Вот то, что я пропадаю Из медийного Это тогда, когда я чувствую Что Ты перенасытился? Нет, нет, нет Я в опасности Снова Потерять смысл Как бы Деятельность За смыслом деятельности Я эфиры веду зачем? Чтобы людям принести пользу А в какой-то момент Начинаю вести эфиры Потому что мне скучно Одиноко Хочу почувствовать свое влияние Вот я хотел тебя спросить Потому что отчасти Я, например, могу сказать Что когда у меня появился паблик Когда в смысле Я стал какую-то медиадеятельностью заниматься В какой-то степени Потому что ты можешь выйти Высказаться Ты можешь взять Излить на бумагу Что ты думаешь И даже люди это откомментируют Тебе нужны паузы Разве для тебя не было это В чем-то степени похожим? Конечно Ну я тебе говорю Я до такой степени Само вот из себя начал Это все выражать Что это просто Ну для меня стало как Я знаю Что я получил прививку До конца жизни Каким бы я ни стал В итоге медийным персонажем Не знаю На всю планету известном В России известным Я знаю Что я никогда не попаду Вот в такие вот ошибки В которые многие люди попадают Типа Моргенштерна Там Конора Еще кого-то Ну когда Не то что слава Даже скружит голову А когда желание Быть на слуху Ты изложник своего образа Да Оно перевешивает Реальные поводы Быть на слуху Вот у Конора Мы возьмем ситуацию Он стал известен Он стал на слуху Им это нравится Когда он побеждал Нокаутировал Брал титул И прочее Теперь он нокаутирует дедов Да Привычка быть на слуху Осталась А реальных поводов То уже нету И поэтому Чтобы просто себя В такую трагедию Не привести Я спокоен Что у меня Инфобизнесом Я начал заниматься Я сейчас скажу Когда Я начал заниматься Можно сказать С 16 лет Да Я вот хотел Сказать Как-то оно А на сколько Сколько лет Начал заниматься Одиноборствами Меня отправили В зал В 11 Первый год Я чисто вообще Просто Там были трагичные Истории С тем Что ты Просто туда ходил Потом ты болел И как-то ходил В 11 Я вообще В принципе Раз жизни Пошел что-то делать Год Шатался Болтался Ни хера Не делал А вот 12 Начались Реальные тренировки И в 13 Я занял Первое место На чемпионате России Максимально Официальном Официальный Некуда Ваковский И меня После этого Отправили Тренироваться В группу Вот уже По старшим По мужчинам Я единственный Был Младше 23 лет В этой группе Мне 13 У меня все Спарринг-партнеры Были 25 26 Некоторым 24 28 Ну Кавказские Мальчики В принципе Достаточно Рано зреют Ну Блядь Там были Кавказские Дяди Это не работало Там Если бы Были Какие-то Русские Все нерусские Были Почему Кстати Вот так Получается Что Ты смотришь Что Я понимаю Что сейчас Наверное Всякие Дети Перуна И Сварога Тут Наспамят В комменты Касать Того Как ты Посмел Такое Сказать Но В единоборствах Доминирует Кавказ Если смотреть По СНГ Я думаю Что Это связано С тем Что У кавказцев Просто Нет Других Социальных Лифтов Если честно То есть Ты думаешь Что это Все таки Не генетический А момент Воспитательный Если Мы будем Брать Генетически Воинов Раз на раз В собачьем Там Бою Там Не будет Ни кавказцев Ни детей Сварога Никого Там Будут Всякие Маори Мексиканцы И тайцы Там Они будут Если Кто-нибудь В жизни Бил тайцу В собачьем Таком Бою Это Вообще Очень локальные На самом деле Конфликты Противостояния Я думаю Что за пределами Поставка Люди даже Не поймут В чем Противостояние Мы записаны Будем В Биле По пролету В США Каукэйженс И все Ну у них Каукэйженс Это вообще Формулировка Растянутая Достаточно Я считаю Я так тебе скажу Я считаю Что Если и есть Какое-то Преимущество У кавказцев Оно заключается В том Что у них Лучший генофонд Изначально Они дети природы Мы дети городов Они дети природы И то Что все-таки Я как Квалифицированный Расист Я считаю Что при Определенной Выдержке Генетической линии В течение Нескольких Столетий Если возьмем Например Чеченцев Поколение За поколением Слабые Невоинственные Не выживают Воинственные Выживают У них все равно Определенные Качества Фиксируются Они же сразу Закрытый Социум Достаточно Вот сколько Лет Кавказцы Имеют Возможность Не быть Закрытой Такой Этногруппой Ну лет 70 Может быть 80 Даже я думаю Меньше На практике Учитывая Да что Знаешь Еще Да Лет 70 Испомни Депортации Сталина Поэтому Если мы возьмем Дагестанцы Кинем В Москву Он здесь Вырастет Все Дебафы Он местные Поймает Ну да Отчасти При том же Знаешь На самом деле Что мне Дуже Интересно Как бы Это не было Парадоксально Но вообще Например В том же Дагестане Или в той же Чечне При том Что там есть Борцы Там есть Боксеры Очень высокий уровень У них вообще Не культура питания Типа их еда Это просто Какая-то Отвратительная Мясо молочная Тесто мясовое Да В том плане Что я вроде Не чувствую себя Человек Который сильно Там как-то Переживает на тему Глютена Но даже тебе Да Но у меня Начинает чесаться За ухом Когда я типа Смотрю на то Что они едят Как они это едят И конечно Ну на вопрос Ферменты Хочет раздаваться в России У него очень много способов Вебкам Закладки Понимаешь Это очень много способов А на Кавкаде В принципе Ты или умеешь драться Или умеешь На край Можно даже Попробить пробиться В депутаты Некоторые даже получается Это кстати Хуже чем Закладки Вебкам Не ну Закладок В депутаты Думаю Что это в принципе Нормальная дорожка И в целом Там среда агрессивная Там дети все время Дерутся Там культ силы Культ грубости Кто кого Выскочим Выстегнем Вот и все Так что здесь Я как бы Я долгое время Был очаровым Вот этим мифом Кавказской Какой-то особой Генетики Еще что-то Но Как бы и себя туда Причислял Потом не причислял В общем Я тоже наверное Знаешь Соглашусь с тобой В том плане Что вот именно Эти какие-то Этнические черты Касательно того Что вот Как есть вот эта книга Там Дурацкая Как она называется Что там Ешь Молись Люби Вот там Кавказ Типа Из Таджи Дагестана Это как Ешь Молись Борись Примерно То же самое В сущности Да И это Объясняет Действительно Что генетический Отбор И не видим Собственно Людей Которые Не отобрались В силу разных причин Ну то же самое Как с Афроамериканцами И просто Африканцами А в твоей семье Было какое-то Жесткое такое Ортодоксальное Патриархальное Воспитание Как ты самооцениваешь Ну я почти Мерков По меркам По меркам Я хотел сказать Мерков Стретистического человека Но я понимаю Что типа Да так По меркам Московской Как это называется Городской Чтобы красиво сказать Чтобы люди знали Что эти пообразованные Не субурби И как это вот Наоборот Слово Плебс По меркам Када Конечно 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 То есть у меня Там Что должен Жениться На армянке Что он должен Вот я вырос Я должен жить С мамой Я должен во всем Слушаться отца Не смейте Ему перейти Это все просто Я это как бы Очень Агрессивный Я единственный И во всей моей Огромной семье У меня очень много родственников Я единственный Кто в общем-то Вышел Из вот этих Вот отношений Родово-племенных Вот Все остальные В принципе В них комфортно Себя чувствуют До сих пор Да Я тебя очень хорошо понимаю Ну да Знаю что Мне мой дядька Вот до сих пор Может типа Зачитать Что это за общим столом Если Ну какие-то праздники Не хожу В смысле О чем я должен Трухать Есть одна штука Я ее услышал Несколько лет назад От другого Нерусского Он говорит Никто никогда Ты навсегда чужой Для своих И ты все равно Никогда не свой Для русских Бля Это стопроцентное попадание Ты всегда чурка В этой стране Ты всегда чурка В этой стране Что бы ты ни сделал Вот Немножко Можно почти до минимума Но все равно А для своих Ты вообще Короче Свой среди чужих Чужой среди своих У тебя Друзья Самая разная Национальность есть Да Да Я вообще Я наоборот Очень люблю Когда Я могу У меня мозги Знаешь Это как Это как Новое движение В тренировке пробуешь Когда общаешься с людьми Из разных культур У тебя прям Мозги по другому Да Разные этносы Разные социумы Им как правило Есть что рассказать Расскажи пожалуйста В чем ты видишь Вот это интересная тема Для меня Я бы хотел больше Рассказать В чем ты видишь Феномен Феномен своей популярности Вот Которая Ну у тебя появилась Относительно быстро Я думаю Я думаю Что для Так как мы записываем Подкаст Кроме того Что ты яркой Кавказской внешности Человек С красивой бородой Я думаю Так как мы записываем Подкаст не столько Для моих олдов Куколдов Сколько для людей Которые меня не знают Я думаю Надо все таки Немножко и Да Я думаю Да Имею ввиду Что здесь не все Местные мемы Могут сходу пониматься Надо рассказать Да Но я бы не сказал Что у меня есть популярность Я бы знаешь Что сказал У меня есть узнаваемость Я иногда охереваю От того В каких кругах Меня Просто в курсе О моем существовании То есть Это и около Бизнес-тусовки Около Спорт-тусовки Инфобизнес-тусовки Какое-то еще что-то И иногда вот Я понимаю о чем-то Популярность Это количество подписчиков В инстаграме А известность Это осведомленность людей О том Что такой человек существует Я тебе пример приведу У меня подписчик был Компьютеры чинил В Самарской области Говорит Я в Толяте приезжаю К какому-то ФСБшнику Начальнику Чинину комп У него просто отдельная папка С своими видосами На рабочем столе И говорит Часть видосов Красной марки Ты давай Аккуратнее Из-за того Что я не стесняюсь Я прорабатываю Этот синдром Самозванца Мы кстати С тобой об этом Много говорили Что пока ты Волнуешься Компетентнее ты Или нет Вот гарантия Что тебя будут Обходить люди Менее компетентные Снообразные Они будут медийные Они будут известны Снообразные Блиновская Будет Вот почему я Не имею права Проводить марафоны В исполнении желаний Их исполняет Елена Блиновская Я бы лучше это сделал При всем скепсисе Самых лютых хейтеров Которые у меня есть Я марафон желаний Провел бы качественнее Чем Елена Блиновская Ну понимаешь Тут как бы это сказать В том плане Что значит Это не так Что большое достижение То есть Отпиздить детсадовца Не очень сложно И в принципе здесь Я именно к тому Какой мы создаем Социальный импакт То есть Для человека Который обладает Компетенцией Не быть публичным Это преступление Вот ты знаешь Как лечить рак И такой стесняешься Об этом заявить Потому что тебя воспитали Скромным Да факт Это социальное преступление Поэтому отвечаю На этот вопрос Почему вот у меня Такая узнаваемость Я думаю Потому что Во-первых У меня есть Психопатические наклонности Это всегда интересно Ты врубаешь Видос какого-нибудь Чарльза Мэнсона Со свистоном Вот здесь вот Между бровей Который полный бред несет Ты знаешь Вот до того К тебе пришел Мы с Владом Обсуждали эту тему Касательно того Что вот именно Мы не говорим О популярности Но вот если говорить В разрезе узнаваемости Сейчас у общества Есть очень большой Спрос на личности Которые обладают Аутентичностью На грани с фриковостью То есть когда ты не совсем Какой-то дегенерат Который делает Ну вот Ну ты понимаешь Словно есть Моргенштерн Тоже не будем Типа обижать Алишера Но условно Все знают его Типа как человеку Которого свистит фляга Конкретно Прям давно свистит И прям сильно Вот Но при этом Вот люди Которые выглядят Нестандартные Говорят Нестандартные вещи Не то что они читают Что-то по шаблону И по скрипту Не то что все хотят услышать То есть например Знаешь как Например может Скайпальшелк Ярослав Брин Да То есть в принципе Гениальный Абсолютно Медийный проект Который есть То есть такой образ Состоявшегося человека Который вот прям Сразу появляется Как учитель С первых минут С первых минут Тебе объясняет Как и что нужно делать Он политкорректен Вот Он может где-то Что-то резко сказать Но всегда это в меру Ну и например Условно вот Есть ты и я То есть люди Которые могут там И нахуй послать В прямом эфире Вот Которые Ну не лезут словом В карман Которые зачастую Ну вот Которые ты собственно Падаешь своим просаком Да И потом там Навсегда и остаешься Вот например Знаешь феномен Такой женщины Сейчас тоже опять Знаешь беседу Так ты пришел Женщина с говорящей Фамилией Ирина Горбачева Слышал Интервью еще Ну я думаю Она тебе прям Очень понравится Потому что Это женщина С такими Ну довольно Мужскими чертами лица Короткой стрижкой И вот Бабы Да Просто писаются На нее На тебе даже Сялись не нужен Просто твой Твой Я понял У меня кстати Был такой долгий Ярослав Брин Привет Я в твоей мастер-группе Вот как раз Я был вот момент Да я охуевал Я подписался на него В инсте Я не сказал Что в инсте есть Я на тебе смотрел И он просто выкладывает Сторис Типа он у меня Арсен подписался Да я помню Что за хуйня Вообще происходит Смотри Вот У меня получается Как это все пошло Я начал выступать В 13 лет Я начал выступать Очень много Я выступал практически Каждые две недели Вот везде Где можно было Бить бороть В разных миксах Я выступал Если я сейчас буду Перечислять Где я выступал Это будет вот так Это динамовская рукопашка Это универсальный бой Тайский бокс Кикбоксинг Там фулл контакт Лайк контакт Это смешанный Это грэплинг Это кудо Там к1 И какие-то другие Там локальные Разные способы Да Любое членовредительство Кроме совсем Соло видов спорта Типа бокса Джудо и вольный Вот там я не выступал И Вот знаешь Это очень интересная Штука Если человек Аналитического Склада лба Он может смотреть На дефекацию коровы И что-то понять Про эту жизнь Если человек Не аналитического Склада ума Ему можно просто Раскладки Подмеды Блядь Все выложить Он смотрит И говорит И что Вот у меня Так вышло Судя по всему Склад ума Аналитический И знаешь У меня каждый бой Был Это откатка Неких гипотез Я сижу Разогреваюсь И слышу Как тренера Разговаривают Один другому Говорит Да что Блядь Эти кофеины Шмафеины Настоящие Перед боем Это Две столовые ложки Цветочного меда За щеку И пошел Надо пробовать А я до этого Выступал Ел бутерброд Белый С колбасой С сыром Майонезом Что мама завернула Вот эта инфа Подъехала Это биобеспредел Паблик Моего детства Я пошел Взял Мед купил В городе В котором он был Пошел Сожрал Думаю Реально Лучше выступил Прямо Реально За 5 минут Ну то есть В том плане Что тогда ты не мог Себе разложить Что окей Это сахароза То есть там Глюкоза В никсис фруктозы И фруктоза Попадает в печень Заполняет там Гликоген Глюкоза Соответственно Гликоген Мышцы Ты просто услышал Попробовал Работать Это как раз Вот сколько есть Там Столько есть И Каждый бой Это тест Гипотез Физической подготовки Психической подготовки Технической подготовки То есть Я пробовал Например Как я про воздержание Понял Что оно работает Падим Это очень простая история Подрочил Проиграл Потому что Вот у меня Я помню Я помню Когда первый раз Это произошло То есть Для тех Кто не знает Вот Одно из С вами Отграет Человек Один из Центральных Смыслов Деятости Которые люди Находят Не дергай Письку И все Будет Жизнь Хорошо Вот Я это Просто Калит Туши Постоянно Спрашивает Как будто Что-то Там Может Поменяться Я Простая История Вот у меня Собедование Мне 13 14 лет Я сижу Я Высыпаю Ну и подрочу Стандартная история Передернул Лег спать Просыпаюсь Еду на бой В соседний город Я еду В машине Думаю Блин Я не хочу Траться Мне Мне честно говоря Вообще хочется Встать Уйти Типа Там Компьютер Я даже Я даже Боюсь И это было Одно из самых Бездарных Выступлений В моей жизни Просто вышло Как будто Я ни разу Не тренировался В жизни Что интересно Это было Я на чемпионате России По кикбоксингу Занял первое место То есть Я вообще Типа должен был быть Да Не должен был почувствовать Но Я вышел И у меня Был такой ощущение Как будто У меня вкололи Новичка То есть У меня Нескоординированы Были мышцы Там Дело Судя по всему В том Что Грубо говоря При определенном Падении уровня Нейромедиаторов Падает Уровень координации Как-то так Не знаю Не Просто Дегидротестостерон Он вообще Влияет на увлечение Мотонейронов Движения Ну вот Пожалуйста То есть Объективно Вот почему Спортсмены Они так любят Туринобол Они так любят Аксандролон Потому что Даже он не добавляет Мышечной массы Но просто Ты как бы Чуть-чуть Лучше понимаешь Своё тело Да Ну Как вот Ты знаешь Например Если ты Учишь Самбийский Кувырок Или что-то Такое Или ты просто Понимаешь Что потом Ты выходишь На мат И ты чувствуешь Свободу движений Условно Ты больше падать Поэтому Девки всегда хуже Делают такие вещи Как я правильно понимаю Отчасти Да Просто Именно Наработка Этого моторного Скилла Она занимает Больше времени Если тебе условно Нужно 500 ударов Чтобы это выучить То есть Может нужно будет Тысяча ударов И вот Я просто Каждый бой Я только посчитал В период С 13 до 16 лет Я провёл Около 100 боёв Если считать Не знаю Сколько Там были перерывы Я очень тяжело болел Там гной Наргин Антибиотики Прочая срань Вся эта бесполезная Но вот смысл был в том Что я мог пробовать Очень много вещей Много спать до боя Мало спать до боя Накручивать себя Или успокаивать Пить много воды Или пить много регидрона То есть Я вот Просто пробую Смотрю И так как Цена поражения Не очень-то и большая была То есть Это не профи Не прочее Я наработал Такое большое По меркам Других вот Энтузиастов И на тот Промежуток времени 2010 год 2012 Да Там 13 Вот так вот Я накопил Достаточно интересные Такие вот Эмпирические Какие-то вещи Начал их выкладывать В инете Как раз Вот мы сейчас К этому дойдём Когда я заинтересовался Средиением вегетарианства Это получилось Знаешь Многонишевая вещь Не ну То есть Знаешь На самом деле Твоя наблюдательность Она действительно Феноменальна Именно вот это слово Ну да Я сказал Что армяне Не буду сегодня Лизать друг к другу Но я немножко тебе подлежу Немножко да Потому что Когда я в первый раз Тебя увидел Ну я честно скажу Я прочитал Что ты несёшь Много хуйни Типа прямо На этот момент Я уже сел Но с другой стороны Ты знаешь Я находил там Какие-то вещи Условно говоря Там про ту же гравиолу Или про что-то такое Которых я не знал При том что Объективно Ну понимаешь Что мои способности К изучению Фильтрации информации Они очень высокие И тогда я удивился Типа Ага То есть Он не читает Пабмет Но он что-то знает Интересно Интересно Поэтому да На самом деле Вот это вот Эмпирика И умение играть В эмпирику Она Влияет Я бы мечтал Иметь такую усидчивость Но вот наверное Сегодня на подкасте Много будет Как у калифорнийских Пидовок Про психические расстройства Но у меня СДВГ просто В терминальной стадии То есть Я вот Для меня на самом деле Такие люди как ты Это одно из самых Мощных усилителей В жизни Ты уже проделал Всю вот эту СДВГ сложную работу И ты вот Выкажут Вот знаменитый Омега-3 Да Ну все Ну зачем Это не вопрос дискуссии Это не вопрос дискуссии Я об этом узнал Ты это сделал Спасибо тебе за эту большую работу Я просто беру эту мысль И мы живем с этим дальше Чуть менее получаю Ну вот ты в этого Выйди в окно Да И поэтому Вот я думаю Что это сделало меня Узнаваемым Потому что Все равно Всегда Когда человек говорит Мы можем понять Стоит ли за этим Вовлеченность И реальная эмпирика Или это просто Пустые слова Как знаменитый Трансформатор И маржинальность Да То есть За этим вопросом Даже ребенок Дурак Кто угодно Понимает Что там все Пустышка было Если человек Ну как бы Позиционирует себя Как мегабизнесмен Я могу не знать По маржинальности Я инфобизнесмен Как это маржинальность Воздух в деньги Переворачиваю Не ну просто Понимаешь на самом деле Как это сказать Некоторые люди Они Которые даже Может занимаются Нормальным бизнесом Они почему-то Начинают верить Что если ты Про себя сейчас Ведешь такой блок В котором ты Рассказываешь о том Что ты там Супер достигатор Который спит Четыре с половиной часа В сутки А остальные Там 20 часов Он работает И не знаю А другие Два часа он медитирует Полтора часа Он майнит биткоин И читает про NFT Оставшиеся 30 минут И в итоге Да У него остается Не знаю Суммарно 183 минуты на сон Который он там Спит с кроватью С поднятым отголовьем Чтобы у него там Типа нормально Все эти минералы И вещества Протекали Ну да Но я просто к тому Что ну Когда ты вот На это смотришь Ты начинаешь Ну пиздобол Ну понимаешь Объективно Мне нравится Как сказал Гордон У Дудя Типа Люди пытаются Казаться лучше Чем они есть Да И даже их осознание Этого не останавливает А большая сила В том Чтобы Не бояться Показаться Даже хуже Чем ты есть Наверное Вот так Ты знаешь Наверное Одно из Расхождений С тобой ранним Ну мы тогда Еще не так хорошо Карифанили Поэтому я естественно Не читал тебе Энотации на эту тему Да я и сейчас не читаю Это совсем зря Просто типа Ну что мне Что мне вот кажется Ты когда-то написал Что ты считаешь Что самоирония Это плохо Твое мнение Изменилось С того момента Смотри Я вот так Ты вообще был Агрессивнее На порядок Да У меня амигдал Там была В 22 раза больше Смотри К самоиронии У меня отношение Менялось Вот так Сперва У меня было Интуитивное отражение Потом я прочитал Книгу Михаила Литвака Принцип Сиротозоида И бездумно Скопировал Самоирония Для сильных людей И сейчас Я правда считаю Что самоирония Это как знаешь Это как Управление Болидом Формула 1 Единицы Это способны делать По-настоящему Для большинства людей Самоирония Это получение Индульгенции На Не получение Критики Вот я сейчас Себя отхуесосил И типа Лишил вас Морального права Этим заниматься Да Потому что я уже об этом сказал Для меня Как для человека Терапевтированного Это выглядит Как Пришли люди посидеть Человек достает Дилдак Такой Общаемся Это просто стрёмно Как бы Для таких людей Для 99% людей Самоирония Это способ Это способ сброса Накопившегося Страха А вдруг Меня сейчас Осуждают Я сделаю Это первый Для того Чтобы Некое Произошло И я освободился Вот не знаю Ты знаешь Этот феномен Не знаешь Слышал Не слышал Что Неизведанность Гораздо тяжелее Переносится психикой Чем Печальный вердикт То есть Человек Гораздо больше Сгорает в суде Нежели Когда он Уже получил Допустим Суд Казнь Или еще Что угодно Да Конечно Вот И здесь То же самое Человек Когда тревозный Его Кворюшит Он не понимает Уже Да Уже Нет Давай Я быстрее Начну Шмалять Сам себя Это произошло И уже Можно спокойно Жить Я считаю Что Реально Пацаны Не бейте Обосыть И мамам Постирать Да Но когда Человек Реально Уже Мудрый У него Нет тревожных Энергий То Самоирония Я думаю Да Наверное Самоирония Некоторая такая Кричащая Конечно Никогда люди Пишут абзацы На эту тему Ну вот Мы как Про себя Гляньте Ну хули Снаглядь Там Кочки Ну да Мы можем Между собой Шутить На эту тему Я думаю Это как Ниггер Все Ниггеров Что-то Такое Да Не очень Хорошее Слово Не повторяйте Пожалуйста Осуждаем Мы против Буллинга Хуюлинга Бориса Юлинга И прочих Форм дискриминации Слушай Ну мы же тоже По сути являемся Типа как Национальными меньшинствами Поэтому Я не знаю У нас Карбаш Отчасти По институциональному Феминизму И прочему Если бы сейчас Засидели белокурые Голубоглазые Славяне Это был бы Один разговор Кстати По поводу Национальности Тоже вот Интересный момент Опять к этому Вернемся Как часто Ты за свою жизнь Сталкивался С предосуждением Вернее Не как часто А насколько Для тебя Это было проблемой Я сразу Вопрос Нелепый Как часто Каждый день Как часто Я пользуюсь Смотри Я очень тяжело Это переживал Лет до Двадцати Наверное Вот так До девятнадцати Наверное До момента Когда я первый раз Выехал за границу По-настоящему сам Это нормально На самом деле Я думаю Это нормально Ну Я это очень тяжело Переживал У меня даже был Когда я был пацаном Я помню У меня была мечта Стать русским Серьезно? Да Я в реале Я помню Я сижу и думаю Типа Есть ли какое-то Какое-то зелье Какой-то Поощен Типа знаешь Компьютер на игре Два операции Майкл Джексон Слёгся Ничем я хуже Я думаю Может быть Есть какой-то способ Стать русским Причем я не хотел Чтобы меня перестали Гнобить Что они русские Я именно хотел Стать русским Нет Я помню У меня был друг Хорошим Мы занимались Часто Поставки Шли в магазины Когда эта тема Зашла Про этнику Про нацию Он говорит Мне кажется Ты преувеличишь Я говорю Спорим Сейчас тебе покажу Мы идем Магазин Это типа Хлебный Я говорю ему Купи хлеб Он подходит Он такой Русский богатырь Глубоглазый Кучерявый Дайте мне пожалуйста Булочку хлеба Ему даю Ну хоть Я вот хочу Говорю Здрасте Дайте мне хлеб И она берет Деньги у него Из рук Я говорю Дайте мне хлеб Тяну руку Она смотрит Я кладу Она вот так вот Берет Сбрасывает вниз Себе Идет за хлебом Вот это уже Я не ожидал Она берет хлеб По дороге Роняет Поднимает Кладет Я говорю Дайте другой Она говорит Тебе и этот Сойдет Он такой Мой кент стоит Такой Говорит Все блять Вопросов не имею Я все понял Да Теорема доказана Да Безапелляционная Поэтому Я здесь знаешь Я все таки Все равно добавил Потому что Я проецирую Как будет смотреть Этот подкаст Человек Который Знает я бы все таки Хотел окунуться Все таки Рассказать Наверное Давай как то Вот эту тему Раскроем Чем я занимаюсь И когда я начал Заниматься Знаешь Вот что интересно На самом деле Что Ты говоришь 19-20 лет Я просто Хочу точку поставить Этим моментом Ты как будто бы Немного этого стеснялся Потому что у тебя были Фото в рубашечке Ты там Типа очень чисто Брился Это не было Мимикрии Под нормального человека Такого Социально приемного Это не то Что стеснялся Я вообще Я как бы И сейчас Остаюсь очень сильно Ребенком Я не думаю Что это выйдет Из этой позиции У любого Как бы Это Блядь Это такая интересная Тонкая тема Мастер Мастер Он Заложник Когда человек Становится мастером Он становится Заложником Своего мастерства Он не может себе Позволить эксперимент Не может себе Позволить копировать Поэтому он перестает расти Я когда В какую-то среду Вкатываюсь Я просто Повторюшка Дядя Хрюшка Блядь То есть Просто Я копирую Полностью Я копирую Все У меня Эго На заднюю полку Куда-то летит Я просто Делаю Все то Что делают И что работает Самая большая ошибка Люди Которые приходят В бизнес Они приходят И говорят Сейчас я покажу Как надо Смотрите Есть такой товар Это такая шапка И из шапки Подается кетчуп Отсюда майонез И в итоге Кетчунез И мы будем Это продавать Чтобы когда человек Шел в Макдональдс Он брал с собой Эту шапку И не тратил Деньги на соусы Классно Классно А продавать будем По подписке То есть Продаем шлем Бесплатно А кетчунез Высылаем Типа За донейшн Большинство случаев Люди бизнес Делают на таком уровне Абсурда И я просто Скажем так Бездумно Все копировал Я вот хочу сказать Что чем быстрее Ты проходишь Этап бездумного копирования Тем быстрее Ты находишь Свою аутентику Когда люди Пытаются быть Аутентичными И немножко копировать Это может дотянуться Десятилетия вперед Вот как учат людей Живописи Идешь в музей И срисовываешь Все самые большие шедевры Как можешь Как понимаешь Как видишь Чтобы понять Чем рисуем А не с того Что типа нарисуем Шар Там угольный Не-не-не Я к тому Что Чтобы Не совсем начальной Перед тем Перед тем Как начать Рисовать Свой замысел Я понимаю Чем-то Да Позволь Возить твоей рукой Чтобы понять Какую логику Ани рукой Поэтому рубашки И бабочки И прочее Это Вот абсолютно Не мое было И я очень быстро Это понял Понимаешь Но надо было попробовать Ну я бы по-другому Это не понял Что это не мое Я говорю Все делают Все нормально Типа Бабочка Это реально классно Но это не мое Поэтому мне Мне хватило Знаешь сколько Это как быстро Это закончилось Четыре месяца Вся Вся неаутентика Закончилась Через четыре месяца Ну ты быстро выучился Так Я уже потом Беспределить пошел Спать в эфирах Нападать на людей И все такое Да Красота Воевать с бабками И потом Слагать об этом Легенды У меня в эфирах Разные гибло Ладно Тогда Ну собственно Говоря о том Чем ты занимаешься Наверное Расскажи С чего все началось Там твой Знаменитый Тур в Мексику Да Нет Не все Началось все Смешанные ноги Арифлейм Началось все С компанией Арифлейм То есть Я тут каталог Подождите Минекс Это не то Минекс Это не то Каталог Достану Я это было взять С собой Ну смотри Дело в том Что я в принципе Очень рано Просто вопросом Денег озадачился Меня очень сильно Съедало то Что моя девушка Зарабатывала Тогда при долларе 30 40-60 тысяч В месяц Дизайнером работала Рисовала И типа Это лучше бы меня Страфонили по вечерам Мог бы альфонсить Так и было И это было ужасно Это было ужасно Я выбираю Страфон Если чем Вот это Это реально ужасно И пока вот я Так как у меня не было Никаких друзей Никаких связей Вообще в тематике Бизнеса и работы Это вообще вне меня Тебе было сколько 13-16 лет 15 лет 15 Вот я Последнее у меня Крупное соревнование Было реально Это 11 год Мне было 16 Я съездил на Чемпионат мира По тайском боксе И после этого Уже все Уже я не выступал В три года уместилось И там суть была в чем У меня конечно Ничего не заработало В Арифлейм Но Я просто настолько понял Как люди функционируют Столько всего Это У меня ощущение Что я получил 6 высших образований По маркетингу По психологии По продажам По самопозиционированию По личному бренду И прочему Я Знаешь как делал Типа мы сняли Отдельный офис В центре Самары Застекленный там Блядь за 400 тысяч в месяц Чтобы нам не было Стремно среди бабок Сидеть и предлагать Мы хотели вот Свою толкать тему И для того чтобы Просто не тратить Даже лишнее время Это вот реально Сложный путь Я короче Две недели Жил В админке Этого офиса Чтобы не тратить время Я проводил 10 презентаций В день Презентация 1 час 15 минут Где-то идет То есть проснулся Парефлеймился Уснул То есть 12-13 часов Рабочий день Да И вот Люди-люди-люди Я общался там С бабками С молодыми С фриками С людьми обеспечен Кто только не приходил Вот я говорю Реально приходили Люди очень богатые Очень бедные С психическими Ростовыми Что-то И у меня это Выработало такое Понимание Как с людьми Общаться Как их Заинтересовать И когда я Увлекся С середением Вегетарианством Начал лечить Свои аутоиммунные И прочие Психосоматические Этим болезни У меня все это Так поперло Мне так захотелось Это поделиться Рассказать И пообщаться На эту тему Я вышел в интернет С этим запросом Как говорит Сергей Дружко Нихуя мне им досталось С 2017 Актуалочка И когда я начал Мне было очень интересно Главный у меня был вопрос А как я буду оставаться Функционально Дееспособным Физически на этом питании Я начал гуглить Эту тему Смотреть Среды Спортсмены Просто энтузиаст Не было вообще ничего Забегая вперед Эксперимент провалился? С середением? Нет Я до сих пор считаю Что лично для меня Это самый крутой формат И сейчас мы будем Обсуждать Почему Получается Не получается То есть Просто чтобы ты понимал Вот на середине Последний раз Когда я был У меня режим был Такой Два месяца Я помню тебе рассказывал 6.30 йога 8 грэплинг В 13 кикбоксинг В 16 ММА В полшестого вечера Кончалочка И потом еще Бег час И вот это Когда это было? Это был С марта 15 года По май 15 года Ну ладно Мы еще вернемся к середине Продолжай свой Трогательный рассказ И соответственно Я не нашел вообще Никакой инфы Про спорт и середине И так как эта тема На самом деле Она была Вообще Эта тематика Она такая достаточно русская Была Там все всех знали Я просто начал делать Какие-то свои выкладки Делать какие-то Свои эксперименты Ну я типа начал брать Хотя бы калькулятор И смотреть калории Витамины Белки Минералы А не как Можно это подбить Под официальные стандарты Или нет И там Аминокислотность Там люди слова Такого не знали Аминокислотный профиль Твоего стола Начал такие вещи Начал такие вещи смотреть Да Или там Периодизацию Нагрузок Медные волокна Быстрые Извиняюсь Там Головинский Сейчас хуями покроет Вот Просто Я как бы эту тему поднял Потому что там у людей Была типа Такая позиция Мышцы Это социальный конструкт Навязанный западом Чтобы развалить Россиюшку Ну да У нас реальность Люди Поднимают связки И когда ты спрашиваешь Что такое связка Типа где она находится Они показывают На какой-нибудь Не знаю Сухожилия длинной головки Бицепса И так как я Эту тему актуализировал В какой-то момент Я стал На короткий срок Но я стал Единственным человеком Который Хотя бы мог Пересказать Денчика Борисова В рамках сыроедения Ты знаешь Это очень мощно В 2012 году Ты знаешь В чём тебе очень повезло И одновременно не повезло Ну-ка Ты попал в сферу Где люди головой не думают При этом Ты оттекощён интеллектом Ну да Ну не Наверное знаешь Самое охуенное Вообще Вот почему Мы с тобой до сих пор разговариваем А ты не стал Мэром какого-нибудь города И не даёшь интервью На эту тему Где все Которые муржут Раскладывают на мемы Это то что Наверное Львиная доля твоих боёв Пришлась тогда Когда дрался пиздюками И тебя там не могли Особенно скучать Ну объективно Ну будем честны Потому что Как ты сам говорил Что когда-то Идут бои По пиздючеству Там побеждает тот Кто больше хочет победить Да Вот условно Потому что Какой-то существенный урон Нанести другу нельзя Но я понимаю Что это Это круто Когда ты вот Попадаешь в сферу Где люди головой думать Не привыкли И ты при этом думаешь головой Это была проверка моей совести Это как ты знаешь Это как играть в Warcraft С кодом I see that people Типа ты видишь всю карту Вот Но при всем При этом Тоже Видите Стоит другая проблема Что думаешь А что я здесь делаю По сути Вот Да У тебя нет такого момента Что ну Когда ты думаешь о том Что вот Не знаю Очередная какая-то шайба Летит тебе в голову Ты думаешь Блин Мои мозги Может уже для другого Что-то предназначено Нет Не такого Нет Я достаточно безлаберно Бесстрашный человек Вообще Как бы Если мы будем про это говорить Это тоже интересная тема У меня еще ни один Кстати Интервьюер Подкастер Не раскрылся этой темой У меня Ну очень магическое мышление Я вообще можно сказать Человек склонный К оккультизму К магическому мышлению К религиозному мышлению То есть Если я верю Что удары по голове Мне Не Особо не Дают То Они мне и типа И не будут давать Ты знаешь Я думаю Что это чисто кинетика Вот я изучал разных боксеров Условно Например Посмотри Али Я точно знаю Что если человек В напряжении Страхе удара Он будет полтора раза Плотнее прилетать По башке Это сто процентов Чем расслабленнее голова Можно говорить Долго про подвижность Позвонков Можно говорить Про синвяльную жидкость Можно говорить Про электрониты Если просто встать Вот так вот И подхайки Вот так вот Навстречу дать Это конкретная история Но если смазывать удары Не получают спарлинга Я просто в целом говорю Что ну как бы Значит посмотреть По боксерам Но болеть Паркинсона И они просто говорят Что типа это свойственно Людям Которые занимаются бокс Ну например Знаешь Вот есть такие яркие исключения Которые нельзя Форман Форман Я хотел сказать Джордж Форман Человеку за 80 лет Я не скажу Сколько 82 Или 81 Джордж Форман Получал пиздюлей От топового Али Он получал пиздюлей От топового Холифилда И тем не менее Как бы Хочется сказать Получал пиздюлей от Фрейзера Но он ему давал их Да Один раз в третьем раунде Другой раз В пятом раунде Без шансов Ну там такая разница весит Что без обид Джону Там невозможно было Что-то сделать Но просто суть в том Что вот ему сейчас 80 лет Кто только не бил его по голове И тем не менее Он ездит по стране И читает лекции У него есть свой бизнес И у него нетвор В 300 миллионов долларов Доброе утро Я отвечу так Я сейчас понял Как я тебе хочу ответить Я человек алчный И для меня Издержки Ничего не стоит Если потенциальная награда Очень большая То есть вообще В принципе Я считаю Что если Это не алчность Это азарт Ну да Знаешь как Это больше В дота Терминологии Я сказал Когда за фрагом идут Или как в шахматах Иду за шахом И не видят Что по дороге Они прыгают Я думаю Я просто такой человек Что мне не важно Как много потерь Будет в процессе Просто скажите мне Какой потенциальный выигрыш Я выйду Есть люди Которые вот сейчас Вот сидят Люди искать Выйти Даже сейчас Старичком Тайсеном Раз-то раз Выскочить На национальном телевидении Очень много людей Скажет Я выйду Если дайте Временно подготовку Или я не выйду Вообще Ну его нафиг Он меня может сделать инвалидом Я прямо сейчас Сказал бы да Прямо сейчас В середине комнате Майк Тайсен Приходите Наставим камеру Я сказал бы да Просто потому что Во-первых У Влад Зави майк Мы как знали Потому что Во-первых У андердогов Всегда огромное преимущество Отсутствие психологического давления Я проиграю Все скажут Пацан молодец Что просто не зассал Это очень много сил придает Вот как и было Когда сейчас Джейк Пол Логан Пол Дрался с Лайдом Да Андердог Андердог Не то что никогда не проиграл Ему не так чтобы особо есть что терять Он всегда выигрывает Что бы ты ни сделал Ты выйдешь Красавчик Я понимаю вот этот трюк И все равно шанс есть И если выиграть Да Ты там даже на раундах Даже не упасть быстро Или упасть Или Мужественно стоять До того как упасть Главное чтобы не было Как Лев с юбилей Да Если Это к слову о том Что Андердог Может много потерять Если по-мужски выйти По-мужски стоять По-мужски не бояться Поэтому нет Для меня Для меня Высшим приоритетом Который перекрывает все Всегда является потенциальная выгода Ну да Ты знаешь Вот Я часто смотрю Интервью Илона Наверное Это как человек Который ярчайшая Вот Иллюстрация того Когда Вот он не боится рискнуть Вообще всем Чтобы куда-то пойти Поставить там на кон Свои деньги Деньги инвесторов Ну как он так легко Разгаривает Что У меня было там 90 миллионов долларов На PayPal 90 миллионов на SpaceX Ну я заберу 60 миллионов с PayPal И так Фак В смысле Это он так просто Знаешь Абсолютно тривиально Рассуждает на тему Каких-то сумм Которые он куда-то кидает И часть этого Это конечно Ну loan То есть Это занятые деньги Это не его бабки То есть На какие проблемы Он рискует попасть Это психопатические Частички такие Да Ты должен быть ненормальным Да Чтобы человеком таким заниматься Поэтому да Я тебя понимаю То есть В качестве примера Вот я когда начал Судинфобизнес Я сделал так Я поступил на Два высших образования Одно очное Одно заочное Я отучился В месяц полтора Я просто прихожу Забираю документы Мне их не отдают Я говорю Ну такой думаю Бля Она хоть меня забирает Я не собираюсь учиться Сейчас сижу за компьютером Вот это все печатаю Свои там Курсы, вебинары, гайды И прочих Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам По сути я забрал там Документы Очень сильно подставил родителей Потому что там Деньги-то заплачены Взятки даны И всякая такая срань Да Да И типа Я был спокоен Абсолютно как удав Вот вообще И потом первые бабки У меня появились Я просто улетаю В Центральную Америку В Мексику Хер пойми Зачем У меня никогда не было проблем С тем Чтобы взвесить риски И это может когда-то Сыграть со мной Злую шутку Но Это таковы правила Я такой человек Арсен Знаешь Тоже мне кажется Что ты относительно Недавно стал Говорить об этом В своих лекциях Кстати говорил тебе Что Ну помнишь Я иногда ставлю тебя Фоном заработать У тебя просто Очень приятный голос И ты говоришь Такие импонирующие вещи Но суть в том Что Вот то О чем мы сейчас говорим Мышление Илона И как ты говоришь То что Как ты думаешь Что из тайства В принципе выйти Тоже не ссык Если ты знаешь Что награда Она того стоит Это не для всех мышление Блядь ты снял все языка Я хотел Вообще не для всех Там на каждого Одного Илона Сто тысяч Хорошо если сто тысяч Да Не сто миллионов Проигравших Проебавших И никогда никому Не будучи известных Да Но в том то и дело Я в себя верю Я считаю Вот я прям Вот я знаешь Вот этот момент Когда я готов доставать Вот это свое Шизоидные все вещи Я реально верю Что у меня есть Некая знаешь Путеводная звезда Ты даже с отцом Своим поговори Он это скажет Что нельзя стать Чемпионом мира Оценивая себя Объективно Ну конечно Ты должен быть неадекватным Абсолютно неадекватен И абсолютно непримирим Вот знаешь И опять же Я считаю Невозможно стать чемпионом мира Реально взвешивая Свои шансы на поражение Нет Абсолютно Вообще Все крутое в мире И не только знаешь В спорте Оно случается Как правило вопреки Да То есть когда вот Оно уже не должно было Получиться Но оно получается Надо изначально Решить только один вопрос Себе задать И ответить на него Он звучит так Я выбираю нормаль Или я выбираю экстраординарность Там вообще разные законы Да Вообще разные И одно к другому Не то что неприменимо Оно его рушит Оно Да Абсолютно точно Ну то есть я помню Что вот как это сказать Я пока учился в универе Я постоянно рассказывал Свои родни Оно что в один момент Я просто сделаю блог Типа я буду 100 блога зарабатывать Этот блог будут читать люди Вот И у меня все получится Они говорят Долбоеб В смысле Может ты по специальности Пойдешь работать Ты не вызывали психолога Да Вызывали Тебе тоже Мне тоже вызывали Родственная душа Да Он пришел Не успел открыть рот Я час говорил Он такой С вас пять тысяч Я говорю Вами ты доволен Да Он наверное подумал Это были самые легкие Самые интересные Пять тысячи в моей жизни Как много Да Да Факт И тоже ведь знаешь На самом деле Опять же Как ты говоришь Вот мы обозначили тот момент Что это жизнь не для всех Потому что Иной раз Ну нет ничего плохого Если человек в чем-то пытается У него в итоге не получается Да Я более того считаю Я считаю Что это нужно Как можно раньше в жизни сделать Да Ты родился Никто не знает Что в тебе заложено Иди пробуй все подряд Как можно больше Методом Этого Исключения То есть С каждым С каждым новым фейлом Ты ближе к тому Чтобы обнаружить Свой талант Ну то есть Вот например У меня Разные фигуры Мужчин были в жизни Как посмотрите Вот у меня есть Мой папа Который понятно Что именно Где тумблер В сторону Экстра-19 Всегда выкручен И Ну Понятное дело Что Ладно Я понимаю Что люди Наверное Не испытывают Эмпатии Человек Который вырос В квартире 300 квадратных метров На Арбате Но тем не менее Я к тому Что сложно Жить с таким отцом Когда я тебя Постоянно сравниваю С ним И говорят Что типа Вот ты там Что-то сделал Говорят А знаешь Что твой батя В твоем мире Уже был мастером спорта По шахматам Уже мог там Разъебать пару Гроссмейстеров А ты А ты хуйло Типа Давай посмотри Правде в глаза И вообще В другую сторону Он интеллектуал Был А ты там Ээээ Железки Нет Ты знаешь Ну Как бы Я всегда был Мальчиком Достаточно умненьким И как бы Предметы мне давались Довольно легко И с другой стороны Просто я им делал Достаточно внимания Это кстати Тоже вот Интересное Из разговоров Наших с отцом Я довольно Поздно Осознал Что он имел ввиду Когда он постоянно Хуесосил меня В своей учебе Потому что Ну У моего папы Он говорит вещи Очень прямолее На кого он их думает Он привык Что он не подбирает Типа слова И как бы Ну люди как его поняли Так его поняли Ему в принципе поебать Вот Как оно складывается И знаешь Я просто помню Что условно Я там получал Какие-то оценки Он мне говорил Там нужно лучше сделать Нужно сделать вот то Вот это ты не выучил Там вот эту книжку Ты не прочитал Вот типа Условно говоря Что вот смотри Есть там прекрасные Стихи Высоцкого Их нужно выучить И просто там рассказывать Потому что это круто Потому что Высоцкий Это заебись Если ты не понимаешь То ты остолоб Ну До этого условно Так не было Но суть в том Что мой папа Выражает мысли Гораздо короче Чем я Но суть была такая Всегда Я помню ЕГЭ по-русски Он написал на 98 И 100 И его вопрос Почему не 100 Типа что не мог Там нормально Ты что по части Закосячил Как когда был Да Что не мог Расставить Да И знаешь Я на него обижался Все это время Я думал Что типа Блин Ну вот Какого Типа я делаю Все хорошо Отстань от меня Дай мне прожить Свою жизнь И потом я понял Вот как-то В один день Меня просто засинило Это был консайт Он все это время Имел ввиду Ты не стараешься Ну потому что Я думаю Не преодолеваешь себя Вот этот порожек Ты проходишь Да Именно Ну то есть Ты наверняка Ты наверняка В своей жизни понял Что если ты К чему-то Реально приложил усилия Ты захотел это сделать И прямо вот Ну ты говоришь Я мог проводить Там 10 презентаций в день Там по час 15 условно Вот вы будете смеяться Вот сейчас многие подумают Типа так блять 10 презентаций Ари Флейн Просто попробуйте Это пиздец С 10 разными людьми Говорить на любую тему Один час Я не говорю про то Чтобы иметь Что такое вообще Подписать человека В Ари Флейн Это нужно чемпионат мира Проводить по этой дисциплине Как для самых Герноустойчивых людей Слушай Я как человек Который работал Фитнес-тренером Притом что я был Фитнес-тренером Которому Которому еще Не объяснили Что фитнес-тренер Это типа человек Обслуга такая Да Я каждый раз Типа объяснял Что типа нам нужно Делать вот это Нам нужно делать вот то Здесь у нас упражнение На динамику Это упражнение Там не знаю Становая тяга Это круто Потому что научат Поднимать тебе вес земли Вот И каждый раз Я типа выкладывался Я понимаю Что просто Я прихожу домой И вот все Что я хочу сделать Это просто упасть Вот И суть в том Что я К чему это говорю Ты наверняка За свою жизнь понял Что Если у тебя Что-то получается И ты к этому Чему-то приложил усилия Ну даже Если у тебя Не получится То, что ты хотел Результат будет Охуительный И это например Вот то, что мне Мой батек Пытался донести Что если ты постараешься Ты можешь делать Гораздо лучше Чем то, что ты делаешь Экстраординарно И я вижу Что ты не стараешься Потому что я знаю Что ты можешь Вот И ну конечно Как бы сказать Я не могу сказать Что мой отец Там много в хаосе В мое воспитание Но отчасти Вот такие Какие-то черты характера Я думаю Это хорошо Если они есть у отцов Ну вот я тебе говорю Мне нравится смотреть Это реально два мира Которые нужно выбрать И между ними нету мостика Да Между ними нету мостика Да, именно Скажи пожалуйста Вот Ты всегда говорил О том Что твоя финальная цель Это попасть в UFC Не попасть в UFC Стать чемпионом мира В тяжелом В UFC Фрэнсис Нагану Сусунок Ты ебаный Мы ходим на марафон Елена Блиновская Как цель сформулирует Ты шарик отпустил Уже в небо Конечно Нет Слушай Интересно Если купить марафон Елена Блиновская И пти шарик в небо Взять гандон На пол И шурнуть его В окно Я не знаю Что нужно делать На марафон Елена Блиновская Поэтому не могу Воценить прикол Нет Я тебе реально скажу Есть чудовищная разница Между майнсетом Я хочу попасть в UFC И майнсетом Я хочу Я просто хочу Это больше Для наших зрителей Это пиздец Большая разница Потому что огромное количество Лидей Попав в UFC Испытают просто Опустошение Типа А что дальше Блядь Это как знаешь Я хочу попасть в университет Ну это Такая Ладно Попасть в университет Не очень сложно И я думаю Что в принципе Чтобы просто попасть в UFC Очень много бойцов Даже говорят Я хочу получить титульный бой Дайте мне титульный бой Типа ты Сам Ты не хочешь титульный Понимаешь Они забывают о том Что выиграть его надо Не то чтобы получить Так Ну допустим Я типа да Вот Ты хочешь стать чемпионом в UFC Задержался Люди спрашивают Ты для этого что-то делаешь? Конечно Или ты просто Смотри Смотри Я тебе так объясню Просто ну мое скромное По-моему Ты немножко Чуть ушел Я не знаю как тренируешься Но мне кажется Что эфиры под грибами Они не очень сильно Приближают тебе к титулу чемпиона Смотри Я сказал Я буду прямолинейным Нет Пожалуйста Правильно Смотри Дело в том Что Бессмысленно Я очень много Дергался Очень много Торопился И из-за этого Как раз таки Потерял время Допустим Первые сборы Самостоятельные Я себе сделал Как раз в Мексике Я тренировался Два раза в день Персонально У олимпийского чемпиона по боксу В чем Мексико Я там просто был Я тренировался Друзьями Где бы я ни оказался По каким угодно делам Я в первую очередь Находил зал Не фитнесовый А реальный зал В котором реально тренировался После этого Я полгода Там Жил в Тае На сборах Был Да При мне там Начинал тренироваться Петр Ян В зале Например Представляешь Как мне сейчас Свербит очечка Типа Я был в зале Когда он первый раз Приехал туда Он чемпион защиты Сейчас будет там Вторая Все такое А я еще нет Потом я там В Бразилии тренировался Потом В Америке тренировался Я всегда Это делал Но Некоторые процессы Нужно доводить до конца Вот Одна из главных причин По которой я Не достиг Таких больших результатов Которые мог Потому что я пытался Веером делать Одновременно Одновременно Бизнес Одновременно Личная жизнь Одновременно Поддерживать свою семью Одновременно Быть медийным Одновременно Делать курсы Одновременно Тренироваться Работает только Одна вещь В один момент Времени Если ты топовый спортсмен Семьи нет Отношений нет Друзей Братьев Сестер Девушки Их нет Если ты Занимаешься Семьей У тебя рождается Ребенок Ты его должен Воспитывать Ничего другого Нет И вот так вот Мне нужно было Сделать по уму Как Полностью Выстроить бизнес Систему Которая не требует Вовлечения И идти Тренироваться Собрав до этого Команду людей Которые будут Меня поддерживать На этом пути И так как Я это делал Параллельно Я нигде Не мог Зафиксироваться На твёрдом результате Это как Мы возьмём Тренировочный процесс Одновременно Развивать гибкость Силу Скорость мышц И плавность движений Нихуя не получится И ты будешь Уставшись Ну то есть Это получится До определённого момента Который абсолютно Посредственный Пока ты Ну во всём Ты можешь выйти На средний уровень Типа в чём-то Да Но в сущности На самом деле Вот опять же То что люди не понимают Что у нас Не настолько Длинная жизнь И не настолько Длинный период Когда мы находимся В какой-то такой Хорошей Нейрологической Физической форме Чтобы там Осваивать какие-то навыки Очень короткий И по большому счёту Ты можешь стать Реально выдающимся Вот в чём-то одном Или может быть Там ну В двух вещах Ну в самом лучшем случае Как Шварценеггер Да Одно Второе Третье Четвёртое Вот сколько у него Успешных получается Начинаний Дилдобилдинг Актёрство Политика И бизнес Четыре вещи в жизни Ну и он семьянин Давай пять Вот пять вещей в жизни Человек сделал И он как машина Круглые сутки Всё это делал Еле-еле пять вещей Вытянул И то тоже Знаешь На самом деле С семьёй Ну да Ну я поэтому Странные мексиканские дети Без обид Да условно Бизнес Да И бизнес тоже Как бы у него Такой был Я поэтому тебе говорю Губернатор тоже Так себе был Скажем честно Ну то есть Видишь Если уж мы будем Конкретизировать Понятно что Где мы Где Шварценеггер Типа на тему Горит Но типа реально Что он сделал Шварценеггер там Это про этих Ну типа что он сделал Круто Это он был Хорошим Дилдоболгером Семь-семь-семь-семь-семь-семь Старолимпия И он был Хорошим актёром Вот типа вот здесь Он реально преуспел А типа вот это Но оно как-то Неплохо было Но социально Он оставил себя в том Конечно Люди верят Что это так А в общем-то Общественное мнение Оно всё-таки Высшее судья Я считаю Да И при том что Шварценеггеру Семьдесят лет Сейчас Чуть-чуть больше Семьдеся Вот Это о том и говорит И вот соответственно Человек с крайне Высокой дисциплиной Уровневой дисциплины Поэтому смотри Поэтому сейчас Я как выстраиваю Свою жизнь Нужно очень правильно Стоять приоритеты Сейчас я выстраиваю Бизнес Из бизнеса Я выстраиваю Здоровый образ жизни И уже на базе Работающего Без меня Бизнеса И здорового образа жизни Я могу начинать Тренироваться Вот если Даже посмотришь Гоните его Насмехайтесь над ним Он был против Он говорит Ты ешь грибы в эфире Грибы грибами А становая растет Да Я совершенно А жив Понимаешь Я совершенно не понимаю Как ты ездишь К своему блюму Там что-то делаешь На этих космических аппаратах Как шаман Вот так вот стоишь Ну типа да А потом как-то мы там встречаемся И ты приходишь Повешь личные рекорды Причем довольно уверенно Это делаешь Ну кстати знаешь Вот тоже интересный момент Такой вот Вот люди мне говорят Что я там много всего принимаю Но когда вот ты мне расскажешь Про свои эксперименты Из ряда То есть Да Конечно Почему бы и нет Я помню Как мы в зале сидим И ты меня спрашиваешь В Адосе Сколько вообще Люди ставят грузотеона Я говорю Ну там 600 Два раза в день Такой смысл То есть по ампуле Два-три раза в неделю Я говорю А я ставлю по две ампулы В день Ну то есть в том плане Что у тебя такой подход Ты мне как-то сказал Ты еще давно Там 22 года не было Что ты говоришь Я вообще считаю Что там размаз Длинную дистанцию Какие-то добавки Не надо Нужно типа вот Ударно Толстым слоем Намазать это на бутерброд Типа и погнали По принципу С годами изменился подход Ну ладно Ты перперся сюда сумкой В которой собрана капельница Прототипная Я за Причем домой к человеку Которого капельница Я за глютамин Блять готов стрелять Я тебе отвечаю 50 грамм глютамина Это просто хлеб с маслом Для шахтера Это пиздец просто Нет смотри Я всегда опираюсь Эмпирически То есть Например Вот я беру И Сейчас Вот глютамин Мы уже поржакали Сейчас я вспомню Что-нибудь такое Что вот тоже Конвенционально считается Не работает Но вот для меня Оно работает Ну и с добавок Сейчас я прям Продумаю Ну например Очень скептически Люди относятся К тестобустерам Растительным Вот блять Я когда начинаю Их жрать Когда мне хватает Дисциплины Все что с ним связано Я начинаю дуреть Но опять же Смотри Вот допустим Если возьмем Трибул Сахербургский Там сапонинов В лучшем случае 40-45% И достаточно Маленькая дозировка Я например На испанском Амазоне Нашел Трибул С которым 90% Сапонинов И огромная Блять Нахуй капсула Ну я могу сказать Что ашваганда Из них что перебиваю Которые КСМ 2,5% И которые 7% Это тоже разница Вот сколько ашваганды Если пьешь Пьешь капсул Ну вот Ахеровская Я пил 3 капсулы Которые вот у нас Я пью 11 в день Капсул Ахеровских Понимаешь Вот То есть У меня в этом плане Сколько калорий У тебя из таблеток получается Знаешь У меня где-то 400 Я не знаю Слушай Я никогда не считал Может поэтому такой пухлый Потому что ты просто Профицит калорий Набираешь из таблеток Не-не-не Припухлость Это у меня Знаешь С какого началось Это с 16 лет Когда я очень тяжело Болел вирусными инфекциями Это лимфатическая история То есть Любой человек Который не двигается Ну немножко Где-то Никто не заметит Если я хотя бы Один день провожу Без движения В городской гиподинамии Во мне все очень жестко оседает То есть Для меня У меня налог На вот это нездоровье Заключается в том Что каждый день с утра Должна быть сауна Холодный бассейн Ходьба на дорожке Сауна по утрам Это охуенно Вообще Во всем показателям здоровья С точки зрительствующей системы Знаешь Вот последнее Что я читал Вот эти вот Heat shock wave proteins Которые там выделяются Это как прооксиданный эффект Который Я их узнал в 15 лет Который может стимулировать Антиоксидантную активность Вот я прям думаю Куда мне в квартиру Поставить инфраред А я тебе скажу Куда продаются такие Как кабинки Палатки Нет В чем спят люди В походах Я забыл как называется Спальный мешок Это короче такой мешок Ты в него просто садишь Он инфракрасно Тебя греет Все У тебя только голова торчит Слушай Стоит 500 долларов На Амазоне Испанском я видел Охуеть Вот у меня Я узнал что-то новое На сегодняшний эфир Я Когда я начинаю С добра жизни жить Я дропаю 20-30 килограмм За месяц Вот я хотел сказать Что наверняка В комментариях Кто-то напишет Типа Ага Лимфа широкая Что он тут пиздит По сути Я просто помню Что Но мы с тобой видеться Достаточно редко Поэтому я фиксирую Твое состояние И Ну как бы Я видел тебя В весе 120 110 И 105 И типа Это всегда заметно Это ощутимо Вот Как бы Это Я так скажу Вот история Мои там болезни И прочее Это многообразная херня Как-то 3 часа Могут растянуть Слушай То есть В России Я тебя теперь убью Да То есть Ты говоришь Что типа Большая сдержка воды Да И при этом Ты пьешь Очень много ашлаганды Нет Сейчас я не пью Ну то есть То что я пью Это вообще Это история Это история С надпочечниками Насколько я понимаю Все равно Может быть и так Если у человека Это феноменально Высокий альдостерон И поэтому Он так задерживает жидкость Слушай Я так скажу Я человек Абсолютно Антибогатырского здоровья С желанием Быть эффективным Как богатырь В майнсете Илона Маска Тебя тоже это раздражает Да Когда люди говорят Ааа Наверное Ты просто прочный И т.д И Тебе фартануло С тем Что у тебя Такой крепкий организм Я просто из говна Единственное Что мне делать Эффективным То что я научился Это то что говорит Как раз доктор Блюм У него очень интересная Классификация Спростенькая Но реально красивая Что существует Четыре типа людей Да Первые 80-85% Люди Которые когда Устали Им нужно отдохнуть Да Вторые люди Это 10-15% Кто Они устали Могут чуть поработать И после этого Им нужно больше отдохнуть Третий тип людей Которые могут Зашагнуть за предел И Пойти реально далеко И четвертый тип людей Это люди Которые не чувствуют Когда перешагивают Предел близких к смерти Вот я себя отношу К четвертому типу То есть у меня знаешь Какие были моменты Типа я Сижу такой Три часа ночи И думаю А я настоящий мужчина Или нет Думаю Настоящий мужчина Должна сейчас Мочь пробежать С голым торсом 20 километров В маске тренировочной В Самаре Минус 30 И я иду То есть я очень много Вещей делал Которые Ну То есть ты ебу Да То есть Ну вот опять же Это кстати Помнишь Помнишь Мы давали тебе Проходить тест Брейвермана Которые уже рекламируют Несколько раз У тебя там люда Дефицит по гамм И с тех пор Ты кстати стал пить Пикамелон Как мы этот тест прошли Я гамму как конфетки Жру с пикамелоном Конечно Это же все Настало спокойнее Конечно Самое главное Спокойнее Продуктивнее Да Продуктивнее И у меня было Очень много вещей Лишних Из разряда Я поехал в Бразилию Я приезжаю И у них тренировки Такого формата 5 минут разминка 45 минут борьба 5 минут заминка Это один круг И следующий Опять пошло Я говорю А сколько у вас кругов Здесь таких Глядя с 12 до 6 вечера Такой Окей Каждый день Я полтора месяца Брался каждый день 6 часов И не было ни одного Человек Который пришел бы И сказал Типа Чел Тумач Тумач Но Это мне дало Очень крутой эффект Ты был в зале Борьбы Ты видел Там Понимаешь Сколько За одну тренировку Человек должен постучать Ну 5 6 раз Ну бы 10 раз За полтора месяца Тренок Пошли Часто в день В зале В котором было От 10 до 12 Черных поясов Чтобы было понятно Нашим зрителям На тот момент В России был один Черный пояс Леонид Готовский Вот там у меня в зале Было 10-12 черных поясов Понял Что это разный уровень Черных поясов Но тем не менее Как Я постучал За полтора месяца Три раза Один раз Чемпионки мира По коричневым поясам Тебя сломала баба Я поддался После этого Я никогда не поддавался Бабам Вот у меня недавно Подошел Наш общезнакомый Наш общезнакомый Замечательный Подошел Хотел снять тебя До своего канала Варрестлинга Посмотрим Выложит ли он Этот момент Да Мне там предложили Сняться в видосе Где По задумке Нужно было Чтобы меня девушка Победила Это был кликбейтный ролик Она оказалась Тринадцатикратной Чемпионкой мира Паррестлингу Но у меня не получилось Я уже это Не стал Вот И два раза Еще меня там Черные пояса Заставили постучать Иди раз Ногу вывернули И то я не постучал Просто типа травма И один раз Меня реально поймали Легитимный Бразильский черный пояс Делает мне легитимный В полную силу Армбар Я не стучу Моя проблема Я считаю Была в том Что я каждую секунду Всем окружающим Пытался доказать Что я сильный Что я крепкий Что я не это И это приводило Ровно к обратному К полному Разъебиссимому Вот да Знаешь Сколько есть Историй Про тренажные спарринги Хабиба Которые он проебывал В каждом зале Есть такая история Где он тренял А может быть несколько Причем от людей Которые по сути Полные фраера На высоком уровне Но относительно него Понятное дело Что это легкий зафер Ты представляешь Какое давление Я просыпаюсь Каждый день испытываю на себе Да Я представляю Просто каждый день Самого разного Кто-то говорит Фацыган Кто-то говорит Там пиздобол Кто-то говорит Что там Он такой верный И я пытался Доказывать это Жизнь вообще Очень ироничная штука И вот считаю Я когда отказался Доказывать Каждый день Каждый раз Что я там Какой-то Я на самом деле Хороший Отъебитесь Это начало работать Да Это начало работать У меня появился ресурс На то Чтобы быть Вот в середине 21 года Я уже нахожусь В нормальной динамике То есть я Вот восстанавливаю здоровье Там у Блюма Как я считаю Мы с тобой Периодически Связываемся Тренируемся Да Силовых идёт Я технику отрабатываю И при этом Бизнес тоже на базе Всё Вот это и есть Динамика Которой нужно заниматься Они Я сижу и такой думаю Ой, блядь Мои дорогие Подсничники Что же они Что про меня подумали Да Я не имею права Ой-ой-ой Да Да Я тебя очень хорошо понимаю Вернёмся тогда Киевси Да Что мы будем делать У меня план такой Я считаю Что Вот как я сказал Рыпаться уже абсолютно бесполезно Просто чтобы было понятно Вот когда я второе место занял На том чемпионате мира По тайскому боксу По мужчинам Я вставлю ремарку Всё-таки Извини, Эрих Мария Вот Что Просто меня часто Про это говорили Часто спрашивали Вот подкаст Хорошая форма Это осветить Когда я говорю Про чемпионат мира Говорят Ой, блядь, блядь В тайском боксе Есть две федерации Одна большая Мега официальная Вторая мяч Вот это был чемпионат Второй федерации То есть не мега Супер официальный Но это легитимный Чемпионат мира был Там всё такое В Таиланде Хуё моё И мне после этого Даже один боец Российский Предложил Поехать на сборах Фёдора Емельяненко И там типа остаться И тренироваться И проще Но Почему я это не сделал Как ты думаешь Я думаю Ты эмоционально выиграл Тебе было просто Нет Нет Тыщи баллы Фёдор Емельяненко Как я поеду Блядь Девятый Десятый Класс Да Да Я забыл Что и ждёт Про твои школьнические годы ещё То есть Вот как Вот Как тот факт Что Как хоть и сказать Вот у меня У меня есть Видосы На суперстаре Смит вконтакте И в 16 лет Я выступаю На турнире По грэплингу По взрослым мужикам Это мои первые Соревнования По грэплингу И когда в жизни Не боролся Я не спал Эту ночь Я бухал Там Кидал палки Меня бросила Девушка под утро Пришёл на соревнования И трёх Тренированных людей Два из них Синим поясом Легитимным Приёмом Закрыл Выиграл Три схватки В 16 лет Первым соперником Был 23 Второму 24 Третьему 26 То есть Для меня Вопрос Моей спортивной Легитимности Он абсолютно не стоит Я даже готов Вот я когда думал Что я скажу Такое В юбистом Подкасте Я скажу Вот так Я считаю Что я вхожу В 1% Самых сильных людей На планете Спокойно Вообще Просто вот так Вот с запасом То есть Вот просто То есть Ты можешь Поймать Ну вот Там Мы берём Всю популяцию Всю планету Всю планету Мы берём В 1% людей Который убьёт Остальных 99% Я вхожу Если мы Ну Арсен Там опять же Там есть бабы Там есть инвалиды Там есть бабы Инвалиды Дети Подожди Следующий момент Который я хотел сказать Что Я Барально Вот Даже не барально Я готов Выйти драться С любым человеком Который захочется Драться Потому что Рано или поздно Чемпион мира Это человек Который победит В моём Смотри Вот Понимание Вот есть одна вещь Мне она нравится Она такая Олдскульная У меня Это я взял У других людей Это я придумал Что чемпион мира Это не человек Который победил На соревнованиях Чемпион мира Это человек Который первый На всей планете Если человек Собирается С чемпионом мира Он должен быть готов Победить поочерёдно Каждого Желающего Да Факт Поэтому я сейчас Говорю спокойно Любой человек Который Хочется подраться Пожалуйста Локация Вместо Я пойду драться Вот как было С вот этим моментом С этой девушкой Которой хотел Сему побороться С ругать Пойдёшь Пошли бороться И всё Вообще Не вопрос Задоминировал Да И Здесь вот Знаешь как Я так скажу Мы с тобой Обсуждали вообще Что делает бойца Хорошим бойцом И проще Да Вот я тебя спрашивал Почему реально Экстраординарно Физические люди Ты знаешь Банлок сейчас Я такой думаю Где я его Слышал Баки Да Да Конечно Помнишь Когда Допа Орочи Побил Али Джуниора Он такой Горишь Типа Ты чё Думаешь Единоборство Там только Вышел в ринг Говорит Как там No matter When No matter Whom No matter How Это моя философия Это моя философия Типа Всё Давай снимай Ботинки Разувайся Пошли пиздиться Вот Это сказал Кто самый сильный На пике Ещё что-то Это одно Но если меня спросите Если положить всех людей в клетку Кто выйдет живым Это Фёдор Емельяненко Вот я хочу Такой статус Я хочу статус человека Который Когда все люди знают Что если закрыть его в клетке Живым выйдет он А не другой человек И Здесь Торопиться Абсолютно бессмысленно Потому что Ну чем Основательнее фундамент Я уже поторопился в жизни Ты понял Я уже всё Я уже опоздал Мне кажется Человек Который отпиздит любого человека Просто в уличной драке Может быть Некоторые с ним не согласятся Ну вот просто И сходу по антидерации Донт и Уайлдер Сейчас Потому что Мне кажется Что если он ебанёт без перчатки То это в принципе конец Нет? Ты не согласишься? Сейчас я так скажу Блядь Это Смотри Я не люблю уличную драку Потому что Это Блядь Может быть арка Это может быть лифт Это может быть квартира Это может быть неждан Я поэтому люблю бои Потому что Это реально одинаковые Стартовые условия Да Не Браз знаешь Вот например Оговорка в том плане Что Как это сказать Многие мошники Пробуют себя в боксе Сейчас Не-не-не Это известный феномен И выясняется Что люди Которые очень сильно Били в октагоне Они оказывают Когда на них надеваешь Вот эти вот Ну 16-17 Лунцовые перчатки И не такие уж и опасные Вот смотри Я просто смотрю На то что типа Делал Уайлдер Своими кулаками Вот в этом А вот теперь Ты понимаешь Что даже 70-килограммовый Шамиль Из Дербента Если войдёт В Монари Ролл Тот самый Который Показывал Да То Уайлдеру Пизда Ну да Он не поймёт Что происходит Просто колено Там оставляет И всё Сначала его нужно Свалить А что он сделает Ему уже влетели В ногу Всё Ну сверху Думаешь Он не может ударить Конечно нет Ты что Ну вписи Смотри Вся сила Боксёрского удара Это средняя дистанция Не средняя дистанция Она В определённом угле Она в плоскости Человеку Который стоит Перед тобой Я не знаю Вот как ты пробовал Когда-нибудь добивать Людей Лежачих Ну я понимаю Это совсем другая история Да У всех такое ощущение Которые никогда не добивали Лежачих Что сейчас Её там отлетит Ты бьёшь У тебя ощущение Как будто ты девочка Как будто во сне Знаешь Мне один раз Довелось Бить человека в машине И я могу сказать Что когда нет замаха Нанести какой-то существенный урон Очень сложно Из-за этого Вся сила Боксёрского удара Генерируется За счёт мощности Импульса Разворота плеч Вдоль позвоночника И поэтому Конечно нет Там это нихуя Он может как угодно Лупить лежачего Там ничего не будет Потому что Он не может вложить туда Это Ну хорошо Знаешь я наверное Опять неправильно сформулировал Прости мне Борсовское бутыланство Считаю ли я ММА легитимным Я просто к чему я говорю Я говорю к тому Что наверное сказал Деонте Уайлдер От из ряда С кем я бы меньше всего Хотел зарубиться на улице А с кем я бы меньше всего Хотел зарубиться на улице Я не скажу с кем С Тайсоном Я считаю что Самый неприятный соперник Вообще в принципе Который есть Неприятный Реально неприятный Это Майк Тайсон Пиковый Он неприятный Он слишком быстрый Я не говорю Пиковый Я сказал на сегодняшний день На сегодняшний день Сейчас скажу Какой мне был больше неприятен Джон Джонс А ну да кстати Он совсем неприятный Он вырывает локти Он тычет пальцами в глаза Он длинный он пинает поколением. Ну, то есть, ублюдок просто. Ландер ударил, ты умер, всё, отправился в рай, счастливый, довольный, курил, да. Можно расслабиться. А он-то инвалидом просто сделает, и останешься стекать в снегу вот так, перекошенный. Да, и потом ты идёшь на какое-то американское ток-шоу, да, где он будет извиняться перед тобой, но тебе это вообще не легче. Вот, поэтому у меня план такой, я вообще не парюсь, я знаю, что... У меня, знаешь, у меня очень большая история побед на вот этих любительских турнирах, и даже по профессионалам я выступал несколько раз. У меня очень большая история побед просто вот с кондачка. Я знаю, что когда я в хорошем настроении, в хорошем тонусе, и даже минимально готов, если я влетаю, я забираю катку. А если уж я буду полноценно готов, поэтому я сужу очень просто, что тяжёлый вес, я другого не рассматриваю, он очень возрастной, и все люди, которые начинали рано, они либо вообще не достигали золота, либо рано сгорали по дороге к нему. Вот мы даже сейчас возьмём текущих чемпионов, и просто чемпионов прошлых эпох, там нету людей младше 30 лет вообще, практически нету. Да, факт. Вот один из самых ранних феноменов – это Фёдор, который там в 27 вышел на пик, но как быстро он потух, этот пик, да? Обрати внимание. У него и много боёв было в его защиту. Ну, я бы не сказал. Ну, вот смотри, вот его пик заканчивается в 2006 году, уже заканчивается. Ну, слушай, Федя дрался в «Страйк Форсе», да, я сегодня шумбаюсь. Да, смотри, у него пик закончился, когда он дрался с Марком Хантом, это саманец, который вообще не умеет бороться, и он переводил Фёдора. И он не дал Фёдору перевести его, это уже конец пика. Всё. Да, факт. В тяжёлом весе, в принципе, позднее зажигание, позднее старство, как Уайлдер. Уайлдер начал заниматься боксом 21 год. Да, очень поздно. Боксом. Это sweet science, которая требует тебя там с 4-5 лет, чтобы тебе координацию ставили. Ну, поэтому у него её и не было. Ну, сейчас она есть. Ну, хорошо. Уже она им не поможет особо, но... Не понял, если брать... Ну, всё равно это outstanding, 21 год начать заниматься боксом, и быть старым человеком. Да нет, ну, слушай, на самом деле, так смешно, когда люди там, наверное, что-то про него говорят. Мне очень понравились слова его тренера Скотта Маленька. Он давал интервью после его боя с Тайсоном третьего, ну, который он тоже проиграл, чтобы было довольно ожидаемо. И он там, на самом деле, сделал такие вот... Опять всуним ремарку, да? Да, всуним. Да, так мне нравится это выражение всунуть ремарку. Эрику или Марии. Суть в том, что он там поднял такой очень интересный момент. Мне очень понравился тезис. Он говорит, вот вы говорите, Уайлдер не умеет боксировать, вот там Уайлдер плохой боксёр. И он говорит, да, безусловно, Тайсон лучше. Но вот вы вдумайтесь, какого уровня потребовался боксёр, чтобы его остановить? Потому что до Тайсона у него было сколько там? 41... Блин, 40 боёв, 40 побед, из них 39 нокаутов. 39 нокаутов, да. Ну, такой же рейкорд у Формана. Тоже вставим. Да. Опять Эрику и Марии. Он всё-таки нокаутировал того человека, который не смог нокаутировать в первой попытке. Да. То есть, он нокаутировал, можем говорить, что он нокаутировал всех соперников, с которым дрался. Да, да. То есть, это всё равно феномен. То есть, смотри, вот я просто... И мы сейчас немножко вернёмся к спортивной теме. То есть, смотри, я понимаю, что для того, чтобы выступать, помимо того, чтобы обладать мастерством, нужно запас прочности наработать. Да? То есть, это гибкость, это скоординированность, это все вот эти вещи мы должны наработать. Почистить мозги, почистить органы, быть готовыми. То есть, я отношусь к спорту как к такой войне, которую рано или поздно мы начнём, но чем подготовленнее мы её... Это не Блицкриг. Я попытался как Блицкриг, я попытался как Блицкриг, вот честно, изо всех сил, я... Вот, пацаны, пусть мне просто Зевс яйца молнии здесь отрубит, если я не попытался. Я заработал деньги. Как только я заработал деньги, я пошёл тренироваться. Как только я пошёл тренироваться, мне уже... Вот мне в Тайгере предлагали профбои, когда я тренировался в American Top Team мне предлагали бои. Это, блядь, было невозможно. То виза заканчивается, то бабки заканчиваются, то там брат в аварию попадёт, то там, блядь, ещё какая-то история. То есть... Виза заканчивается, брат в аварию попадёт, что там... Ты Хабиб? Плохая шутка. То есть там, как бы, вот все те реальные возможности, которые были, они были, но использованы, они так не работают. Человек, без менеджера, без главного тренера там, ещё что-то. Я себя раньше очень строго судил за то, что у меня не получилось нахрапом эту цель взять, но сейчас я очень лояльно отношусь, нисходительно отношусь к тому, что у меня так сразу не получилось. Я вообще думаю, блядь, какой там шанс был. Вот так вот это... Такие... Вот так я скажу. Такие дела так не делаются. Ну, знаешь, тоже вот момент, что не работает для тебя. То есть есть некоторые люди... Просто это даже, знаешь, упирается банально не в то, что ты там как-то плохо тренировался и в то, что у тебя там какая-то не такая стрессоустойчивость. Просто есть люди, которым, ну... Им, в принципе, по барабану, как всё складывается. То есть они вообще не сильно замор... Как ты говоришь, типа чуваки, которые вот сонные в студии скамейки идут драться, изрядно что... Я сейчас понял, что ты хотел сказать. Я сейчас вот как тебе... А тебе нужен психологический комфорт, чтобы перформить. Да, но... Я сейчас пропонирую. Вот этот, в этом втором типе поведения, линии, невозможно стать чемпионом. В общем, становится... Смотри, смотри, вот если бы я пошёл... Допустим, почему я не начал выступать? Потому что я понимал, вот на этом уровне я выигрую, на следующем я выигрую, на через следующем туда, в топовую, я там отлетаю с шансом 100%. То есть, знаешь, это есть... Вот перейдём на язык компьютерных игр. Есть прокачки в Скайриме, в Diablo, в Ленейдж, где угодно. Прокачки, в которых ты проходишь 95% игры, но в конце ты пососёшь с шансом 100%. Например, ты все поинты вложишь в урон молнии, а у Бала и Мунг молнии. Ну, какой смысл проходить? Я понимаю, самый ярчайший пример это Dark Souls, где как бы ты можешь затащить 90% боссов просто потому что ты бой, но потом, поешься, бля, надо было играть за мага, потому что это просто пиздец. Типа там есть контр на каждую двое атаку. Какой смысл пройти всю дорогу и оступиться в конце? Есть у меня задача не дорогу проходить, а взять золото. И вот здесь вот я и хочу объяснить, что по-настоящему большие вот такие вот вещи, они так бы не делались. Поэтому сейчас я себе ставлю, как бы, моё понимание, сколько мне нужно времени на то, что я знаю, что будет чётко от неисполнится 27 через месяц с небольшим. Я понимаю, что вот три года это с запасом прям хорошо с учётом текущей динамики. И опять же, у меня, знаешь, плохо про такие вещи говорить, обычно это не сбывается, но я скажу, чтобы было понятно, чтобы градус вот этого исчез. Тяжёлая веса очень короткая дорога к титулу UFC. Даже с самого начала. Там просто не очень много людей. Что-то пошло. Если ты выигрываешь четыре боя, и у тебя нет поражений, ты попадаешь в UFC. Если ты выигрываешь три боя, ты получаешь элиминатор, да, четвёртый бой это контендерский, пятый бой спокойно может быть титульным. Вот возьми Серила Ганн. Так и вышло. Какой у него там бой, типа, всё, он вышел там. Ну, при исключении тоже Броклис Нару у него был когда вообще титул. Второй бой в UFC. Третью, нет? Второй. Он проиграл Биру, третий выиграл, и четвёртый уже выигрыш титул. Ну, понятно, что типа у него было преимущество, как у... Но всё равно нет. Я просто хочу сказать, что многие люди, такого, лёгкого веса типа Хавивский, нужно стать за МС по самбо и дзюдо, потом выиграть 500 боёв в региональных проушенах, потом пройти мясорубку вот этих вот ноунейм топовых контендеров, и потом цыганью Дану Уайта, Кондора Макгрегора три года ещё. Это... В моих реалиях это не так будет. В моих реалиях там три бомжа, о, три бомжа, три топа UFC вверху, а все остальные полуискалеченные бомжи. Ну, звучит... По факту, тут идут и звали, вот смотри, вот сейчас топовые UFC. Нгану, Ган, Волков, Льюис Инвалид, его потушил Тайту Васса. Тайту Васса тоже не самый топовый боец. Да? Кто там ещё есть? Волков, Сонный. Стипа закончил карьеру? Ну, не знаю, но я не вижу топовым бойцом сейчас в тяжёлом весе. Он выглядел вообще как... Конечно, этот мне звучит охуенно, но всё равно... Я сужу относительно его оппонентов. Выглядел он плохо. Выглядел он как Корбье в последнем бою. То есть, и там всякие есть... Мне кажется, Стипа ещё может что-то сделать. Хорошо, пишите. Стипа топовый боец UFC тяжелого веса. Всё. Кто ещё там весел? Ну, неплохо так обосрал. Ну, чё, хуйняешь? Хипстер какой-то. Я сужу не относительно себя. Я сужу вот относительно эталона. Относительно топового уровня. Фраисе Сенгану. Стипа не топовый боец. Это сказал хорошо Хабиб, что Конор может выступать и каждую неделю убивать ковбоя Сирона красивыми, изящными способами. Это никак не влияет на его способность побеждать Даштета Парье. Он вообще никак не влияет. Потому что весь его арсенал, который работал против Сирона, он... Тут я и говорю, то есть, мы можем посчитать Стипа Мёчча как топового бойца. Он прошёл ноги Нгану и упал в спрол, его Нгану забил сверху. Он встал в стойке и огрёб в стойке. Не похоже на топового бойца. Мне кажется, у него был какой-то план, он его придерживался. Но, как говорит Майк Тайсон, у всех есть какой-то план, свалил его бой с Нгану. Сирил Ган. Вот последний бой в тяжёлом весе. Неплохо. Неплохо. То есть... Вот это топово. То есть, я не скажу, что это доминация. На первом канале, конечно, не оценили, но... Я считаю, что он выиграл этот бой. Я знаю, что он по всем правилам проиграл. Если брать пацанские, бойцовские и прочие его понятия, он выиграл этот бой. Он его переиграл. Если сравнить с тем боем со Стипа, конечно, гораздо увереннее. Если он вынудил Фрэнсиса бороться, то есть, это значит, что он реально был в отчаянии. Я предлагаю передвинуться или к вопросам, которые нам оставили подписчики, либо к вопросам, которые у тебя были ко мне, типа там, про воздержание, сыроедение, 50 грамм глютамина. Слушай, не знаю, ты читал, например, такую статую про воздержание? Интересный момент мне просто... Не так, чтобы я... Я не специально готовил вопрос на подкашу, это не будет какой-то там джокер, который достает рукование. Люди, которые... Я недавно находил такую статистику, не, наверное, все же ее не читал, потому что это совсем такие, блядь, называются, в жопу залез, что говорится. Крысы, у которых есть врожденный дефект с геном ДГТ, дегидротесостероном, который меньше, в принципе, пользуется своим половым членом жизни, имеют меньшую пипирку. Я сейчас продолжу эту мысль. То есть, это... Извини. Ко мне часто обращаются люди, которые в возрасте 45-50 лет, у которых есть проблемы с либидо. То есть, знаешь, понятное дело, я знаю, что люди покупают на Сиалис, и все они рассказывают о том, что типа, ну у меня проблем с тем никаких нет, нет для пампинга, окей, типа это пропустим, да, для пампинга. Блад, Весел, саппорт. Да, блядь, все понятно, не надо задавать лишний вопрос. Суть в том, что люди вот старше 50 лет, у которых есть какие-то там проблемы с потенцией, мне просто стала вот интересна эта инфа касательно именно апоптоза, вот именно клеток в половом члене, который находится, а не то, чтобы я все особое время думал о половых членах, вот просто у меня научный интерес, не более того. Я у всех не спрашивал, вот конкретно вот люди, у которых количество половых актов уменьшается, стал ли меньше их пенис за последние... Все разы, когда у меня были скачки диаметра... Все сказали, все говорят, что за последнего там лет 10-15 их после 40 размер пениса уменьшается на один, полтора сантиметра. Мне нет столько лет, я не знаю. Я не проверял с линейкой, типа конкретно, у меня нет рандомизированного контрольного эксперимента, но... Я тебе просто говорю, все разы, когда я фиксировал скачки роста пениса в длину, в ширину, были со сроком воздержания ассоциированы. Ты прям фиксируешь? Ну, это девушки фиксируют, это не я фиксирую. То есть, ты приходишь с девушкой, которая тебя знает, она такая, типа, блядь, ты что, сделал там операцию или опять своих таблитосов нажрался? Ну, ты знаешь, если ты еще с девушкой долго не это самое, то там еще сначала нужно растянуть, поэтому, типа, каждый раз, как первый раз. Давай я легенду расскажу свою, как я вижу этот процесс вообще. Давай. Смотри, в первую очередь, самый сильный эффект воздержания, это воздействие не на тестостерон, и на уровень нейромедиаторов. Я вообще с этим не спорю. Да, да. Не, я просто... В том плане, что я прямо говорю конкретно то, что я сам перед, там, своей большой практикой сражением пауэрлифтинга, что я говорю людям, типа, три дня вот ничего не это самое. Нет, три дня мало. Три дня мало. Не, я конкретно... Знаешь, как идет? Смотри, вот я скажу, исходя из своего опыта, оно идет вот так вот. Три дня, с третьего дня по 14 вот так, с 14 слегка начинает ползти, и к 25 дню к 7-9 дню этот пик максимальный, вот к 14-й прям... К 14-му дню чувствуешь себя костратом просто. Ты думаешь, блядь, я вообще мужчина или нет? Такое ощущение, что ты можешь сесть в позу лотоса и вот так вот просидеть до конца жизни. И вот с 14-го дня оно перестает падать и начинает через плату слегка расти, и 25-й день куда-то вот к 40-му, к 50-му... Вот знаешь, что в тебе просыпается? Вот я не юзал, но я предполагаю, вот прям хорошая доза трена в тебе. То есть, вот видел, как релестно рарёт в клетку после боя? Вот ты так себя чувствуешь. И вот в этом состоянии я себя люблю больше, чем в состоянии таком вот более плавном. Слушай, ну, моё самое долгое удержание было, как раз, наверное, 21 день. Был в моей жизни период, когда я слезал с витамина Т и вообще не употреблял на какие-то стероиды. А они, да, как это влияют? Ну, я думаю, что... Ну, я говорю, что... Я это говорю к тому, что я не могу здесь, в смысле, на своём опыте подтвердить или опровергнуть. Кстати, для тех, кто интересуется, какова проблема с тем, чтобы чисто просто вот выйдешь где-то, мне очень помогала Стратера первое время. Она очень сильно роняет либидо, очень сильно роняет эрекцию. Я, на самом деле, к чему этому подвожу? Я хочу сказать, что объективно, с точки зрения там повышения каких-то внутренних хотелок, мотивации, желания разбивать ёмлы... Мы про тестостерон говорим. Я говорю даже не про тестостерон, я говорю больше про воздействие диидротестостерона на мозги, как он модулирует, но я, наверное, с тобой категорически не соглашусь, что там есть какие-то сроки, которые человек должен отмерять для себя, как ты говоришь, подождать 14 дней или 7. Потому что у людей разная половая конституция, количество половых актов тоже нужно разное. А я сказал для себя. Я сказал для себя. Ну вот, да. То есть я поэтому говорю, что вот, допустим, это сейчас ты взрослый мужчина, тебе 27 лет, ты уже не мальчик, объективно. Понятно, что вот ты говоришь какую-то схему, которая работает на тебе. Да. И если молодой 16-17-летний пацан начинает воздерживаться в течение месяца, то у него, блядь, будут проблемы, скорее всего. Нет, нет. Нет, я про воздержание узнал в 16 лет. С 10 лет, с 11 до 16, я дрочил по 5, по 10 раз в день. Каждый день без перерыва. У меня были недели, когда просто 10 раз в день дергал. Понимаешь, ты хотел спидинфо-контент, ты получил его. Блин, когда первый раз в жизни я просто 16 дней воздерживался. Это, кстати, совпало полностью с тем, что я ушел из универа и открыл свой бизнес. И еще и начал, наконец, нормально с девушками общаться, спать с ними. Слушай, интересная мысль, интересная мысль, которая у меня сейчас появилась. А тебе не кажется, что некоторые... Не некоторые, тебе не кажется, что большинство твоих психических проблем не связано вот с этим? Как? Я тоже объясню. Опять же, люди, которые чрезмерно... Опять же, возвращаемся к крысам, да, которым дают какие-то дерева тегидротестостерона в их половом созревании, когда они созревают. У них перманентно становится меньше рецепторов серотонина в мозгу. Типа это прям доказанный факт. Мне кажется, мне их просто ампутировали уже где-то на фазе рождения. Более того, знаешь, на самом деле есть некоторые кейс-репорты детей, у которых... когда не совсем совпадает только рецепторы, я могу сейчас... Суть в том, что дети, которым дают ингибитор ароматазы, анастрозол, то есть у которых технически меньше эстрадиола во время того, как они формируются в их пубертатный период, понятное дело, что как бы, ну, тестостерона есть много путей разветвления. Мы знаем, что есть там длинная цепочка, там, холестерин, прогестерон, прогестерон, тестостерон, потом она может идти либо там в сторону дегидротестостерона, там, потом она может идти в сторону эстрона эстрадиола. Суть в чём, если мы блокируем путь, скажем так, превращения тестостерона, его ароматизации в эстрадиол, то тогда тестостерон только лишь по пути альфа-редуктазы может отправляться в дегидротестостерон. Поэтому к чему я говорю? Люди, которые воздерживаются, у них выше ДГТ. Я к чему сейчас всё это веду? Если ты в момент, когда твои мозги ещё формировались, мозги формируются достаточно долго... До 25 лет. Да, да. Если... Ну, грубо говоря, знаешь, когда... Ну, это конец 25, я понял. Да, когда там уже нейронная сетка вся восьми сформировалась, всегда там балансный эрмидиатор уже устаканивая. Ну, мы говорим про 21 год, условно говоря. То есть люди, у которых типа повышенный гидротестостерон в это время, они более беспокойные, они при этом более мотивированы в том, что они делают. И... Ну, вот у них есть больше склонность к развитию биполярного устройства описывая на капусте на устройство. Тебе не кажется, что... Я на самом деле никогда об этом не думал. Вот ты сейчас мне об этом сказал, я просто когда кручу эту цепочку, что вот оно как-то... Самый крутой пример, который был, из вот... Когда я только начал свой действие и понял, что я что-то нащупал, мне пришёл чел, 140 килограмм с лишним весом, с эстрадиолом в два раза выше референта. Я ему дал просто вот стандартные свои протоколы растительные, натуральные, снижение эстрадиола, там, типа, добавок к деятельности определённой и прочего. Да, он приходит, показывает мне эстрадиол ниже середины и говорит, ты знаешь, я сейчас записался на ММА, хожу уже три недели, я развёлся с женой, я бросил работу, сейчас начинаю бизнес, я вообще перестал общаться со всеми с моими друзьями, там, с обутыльниками, дегенератами, у меня только одна проблема, одна жалоба, очень много штрафов на превышение скорости начало приходить. Всё. Говорит, и он пропал, и больше я его не видел, и вот всё. Человек вот это переклинило. Да, конечно, это так работает. В этом и смысл. То есть, я не занимаюсь тем, что я не Елена Малышева, которая говорит, это норма, делайте так. Нет, я говорю так, ты отчаялся, ты лузер, у тебя кризис среднего возраста, ты недоволен тем, что есть, хотя должен быть доволен и прочим, добро пожаловать в клуб низкосеротониновых людей. Мы будем успокаивать себя тем, что будем падать от усталости в попытке достичь звезды. Да, и я тебе хочу тоже сказать про биохимическую реакцию, интересную, которая здесь может быть. У меня расстройство сна с трёх лет, я тут где-то с трёх лет начал засыпать ближе к четырём, к пяти утра. И когда я изучал эту тему, я попался на один из видосов Савельева, где он рассказывал, что люди, у которых проблемы с серотонином, соответственно, проблемы с мелатонином в детском возрасте, мелатонин подавляет половое созревание. Нет мелатонина, идёт экстенсивно быстрое половое созревание, а уже оно запускает новый виток снижения серотонина. Потому что большое количество ДГТ, большое количество со стороны, оно, скажем так, весь общий баланс смещает в сторону более агрессивного антисоциального поведения. Вот и получается то, что получается. Вот я, например, недавно уже, когда об этом осмыслял, последние пару месяцев, я прям реально пришёл к выводу, что я вообще не социальный или уживчивый, или какой угодно человек. Мой единственный формат общения с людьми это такая абсолютная горизонталь. Вот как мы с тобой, например, с тобой общаемся. Мы не всепроникаем в какие-то социальные структуры или ещё что-то. Поэтому вот здесь, да, я думаю, что это так влияет. И вот я говорю, шахеризация. Ну вот я просто тоже говорю важный момент. Я всё-таки, наверное, останусь на своём тезисе, что для 15, 16, 17 лет воздержания это не круто. Всё ты понимаешь под воздержанием? Ну я говорю, что воздержание это просто намеренное подавление своего желания. Нет, я не так считаю. Смотри, мы потерялись в терминах чуть-чуть. Нет, я просто объясню свою позицию. Смотри, очень часто дрочкой сексуальной активности являются копинг-механизмом. И это нехорошо. Человек, вот ты будешь, я сейчас переведу твой язык на другие рельсы. Говоришь, я считаю, что это плохо, когда человек подавляет своё желание есть. Для многих людей. Я понимаю, о чём ты говоришь, что я, наверное, сказал слишком размазан в этом плане. Я просто говорю, что конкретно, вот как ты говоришь, это шахетизация. Мы будем упираться в тот первоначальный тезис, что мышление, которое ты, наверное, пропагандируешь, питаешься в первую очередь, оно не для всех. Да, вообще не для всех. Ну, вот у тебя, вот как ты говоришь. Я армянский Карлскастанеда. Да, ты пиздец, бро, вообще, смысл. Нет, я говорю к тому, что вот ты был человеком изначально, который, как ты сказал, что может созерцать модификацию коровы и делать какие-то выводы. Потом ты пошёл в единоборство, и ты уже из этого научился понимать людей. Потом ты стал работать сетевой компанией, и ты стал ещё больше понимать людей из этого. И я к тому, что твои мозги, которые заточены, в принципе, под аналитику и максимально... А у них это в бонус пошло. Да, а если... Человек изначально тупой и агрессивный. Понимаешь, о чём я говорю. Мы здесь говорим о том, что типа, блядь, а вот нормальные, хорошие сэры, приобретая оружие, защищают себя, а плохие сэры, приобретая оружие, начинают грабить окружающим. Всегда так угорают людей, которые говорят, что у нас нужно типа легализовать оружие. Блядь, тут дикий запад будет на улице просто на следующий день. По-другому никак. По-другому никак. Надо просто легализовать, уехать на полгода, а потом уже вернуться, и всё будет в порядке. Здесь... Здесь ещё о том, что да, этот инструмент опасен, да, им нужно уметь пользоваться, да, он не является панацео, он не является волшебной палочкой, но... Это свойство... То, что это может рушить жизнь... Ты знаешь, сколько мне приходит сообщений от родителей, от жёна, девушки, которые говорят, у меня был нормальный человек, блядь, он смотрел твои видосы, начал хуячить квартиру, собрал вещи, ушёл из дома. Где моя дочь, блядь, где моя дочь? Да? Я могу сказать только одно. Фидер сидит рядом. Настя, как телефон. Это... В моём случае это доказательство того, что метод радикализации работает, потому что то, что работает по-настоящему хорошо, всегда должно иметь сильный побочный вредный эффект при неправильном применении. Обратную сторону, конечно же. Вот есть пистолеты, ты можешь защитить дом, можно пойти, ребёнка застрелить. Есть кухонный нож, можно приготовить блюдо замечательно, можно, блядь, приготовить гулье по-чикатиловски, там, жульен. То есть, это... Та же деле мастероидов. Да, да? Для меня это история про то, что... Для некоторых людей это может быть реально панацея, для кого-то это будет. Подытоживая наш вот этот обмен мнениями, я думаю, надо просто вот на задней стороне моих вот тренингов вот на флаконе просто писать, типа, terms of use, опасно не применять до 18 лет людям беременным с психикой. Да, ну, наверное, так, но мне... Я просто к тому, что говорю... Это я понял. Я просто к тому, что всё-таки вот ты даёшь людям какие-то инструменты, почему вот мне говорят, ты пропагандируешь стероиды, я не пропагандирую стероиды. Я людям скажу с удовольствием, что лучше издать кломиофеонстрат, почему для большинства людей кломиофеонстрат лучше, чем стероиды? Там есть дорога назад. Поэтому я говорю, что воздержание в 16 лет это не так плохо удержаний в 19 лет. Потому что, когда у тебя уже, в принципе, сформированные мозги, ты можешь делать очень много хуйни и, скорее всего, оно... Ну, то есть, опять же, у нас есть... А, ну, если с такой... Нет, хорошо. Если с такой, я согласен полностью. Да. Вот. То есть, в том плане, что я понимаю, что я просто с другой стороны зашёл, я в раннем возле стал принимать стероиды, я понимаю, что часть, опять же, вот этой там серотониновой поверхности рецепторов я просто отстрелил нахуй. И теперь по жизни я должен приобрать они депрессанты. Потому что, если я их не принимаю, то я просто постоянно в режиме кровопопугая, и это ужасно. Я согласен. Ты просто очень, блядь, ну, у тебя характер фурии объективно, но тебя не выносят люди, тебя не выносят твои родные, тебя не носят твои друзья, тебе сложно строить отношения. Потому что постоянно у тебя просто в жопе шило находится, ты не можешь здесь на месте. Я думаю, ты очень хорошо меня здесь понимаешь. Да, да, да. Сейчас я понял, я согласен. Я говорю, что просто для подавляющего большинства людей, которые, опять же, они еще не совсем понимают, что они делать будут по жизни, когда они еще молодые, желательно ставить дорогу назад. Это Фрост Морн. Понимаешь, это Фрост Морн. Ты его берешь, он забирает твою душу. Я согласен, да. Только ты, наоборот, не трогаешь свой пенис. Ладно, давай на ночь с пенисами перейдем к вопросу. Давай. Там тем более есть что-то интересное. Давай. Слушай, а ты знаешь этого типа Ивана Бойко? Нет. В смысле? Ну, это твой раньше преданный подписчик, сейчас тебе тут столько плохих вещей написал. Что ты очень обиженный жизнью с кучей... Слушай, это был чел, который просто он меня дико бесил. Вот когда еще было это объединение Арсена Маркаряна, он там писал, блядь, такие полотна, нахуй, просто вот. Вот, блядь. Он так лизал ему жопу, что просто ощущение, что можно было, блядь, ее не вытирать. Просто вот после этого. Но суть в том, что потом... Мы можем, в принципе, для архивного материала сохранить, но... Да, с черно-белым пускают такой склейкой между... Да, да, да. Но суть в том, что потом у Арсена был какой-то там приступ, блядь, приступ выделения эндогенного трендбаллона и что-то так забанил ряд людей просто. Ну, сходу он... Блядь, про эндогенный трендбаллон, слушай, это реально рабочая хуйня, я не понимаю, это реально работа. Я договорю, короче, суть в том, что типа там, ну, были такие, короче, залетные группы, которые просто улетали в бан, отчет туда попал один раз, и после этого его ебать бомбанул. Он целый блог записал свой. Там блог, где, знаешь, там один, два, три лайка такой с волосами еще, да? Я понял, да. Ну, рядыш из... Живет где-то в Сибири, хуире какой-то, там, блядь, записывает как аля... Знаешь, у Джока Уильямса есть вот это вот типа часы, я остался сегодня в 4 утра, блядь, пошел бегать. Да, да, да. Ну, еще там помешанность, типа как убить Билла, лист, у меня есть там какое-то что-то... Я понял. Да, реально психопатия. Я один раз случайно зашел в этот паблик и просто я охуел, блядь, в натуре. У меня пешки кукота стали, когда на это смотрел. Я вообще... Ты его очень сильно обидел. Ну, я в целом всю жизнь привлекаю очень много психологически нестабильных людей вокруг себя. Это нормально, потому что... Смотри, есть такая тема, я не могу это объяснить... А мы пишем это? Да, все пишется. Я не могу это объяснить нейробиологией, я это понимаю просто, что когда вот я нахожусь в очень приподнятом состоянии, огромное количество людей, которые в обычной среде у них все психопатологии спящие, они просыпаются, потому что они получают нездоровый по зеркальным нейронам, я не знаю почему, они когда получают часть моего вот этого состояния через визуальный контакт, в них это пробуждает вот это. Вокруг меня, если я сейчас начну считать, сколько людей сошло с ума после небольшого контакта со мной, это минимум человек 40. Послушай... Был нормальный, жил нормальный, встретился, поговорил, посмотрел и просто вступил в шоу. Жил пишет, а ты анзор макарон и дальше упивайся своим величием и продавай свой бесполезный хлам наивным дуракам. Хотя, признаюсь, я вот таким долго был, к сожалению, для себя. Ты от меня отвернулся. Да, да. Готовился ульту, блядь, как захуярить. Отвернулся и нос воротил, а я, как дурак, все равно тебя слушал и столько времени тратил, чтобы найти твой ебаный стартер, паки, лоль, бля. И, короче, в конце там длинный-длинный телегач, и вопросов у меня к тебе, конечно же, Арсен Маркарян, нет. Ты мне скучен и не нужен больше. Я рад этому. Бля, он как бывшая. Ну да, да, но это очень похоже. С натурью. Я очень долго бежал, чтобы сказать вам, что мне плохо. Тебе не кажется, что люди, которые тращивают длинные волосы, мужчины, ну это не норма? Это, смотри, это, во-первых, это всё-таки, мне кажется, женская атрибутика, это что-то о ней говорит, если они выходят с волосами. В рамках нашей культуры это точно говорит о, знаешь, склонности к шизоидным таким каким-то расстройствам, пространственности. То есть, я так скажу, человек уходит в себя. То есть, он перестаёт следить за вот этой темой, это как следствие. Это не причина, это следствие. Да, да, это как индикатор. Да, да, я согласен, 100% согласен. Я согласен. Это, для меня, когда человек отращивает длинные волосы, что-то, я это ощущаю, как то, что человек из мира реального, мира внешнего уходит во внутренность своих переживаний, руминаций, и вот так вот он себя созерцает, типа я, я, я. Головка от хуя, да. Ну что, давай по вопросам. Ты будешь смотреть, или я тоже буду смотреть? Да я-то брал тут такие, ну, все нормально. Так, первый вопрос. Когда обзор на Наруто? Блядь, я закончил свою обзорную карьеру, я хочу это сказать. Ребята, больше никогда меня не спрашивайте, почему. Вот ты знаешь, ты обывал такое в жизни, когда ты делаешь настолько с душой вещь, что просто понимаешь, блядь, никто не выкупит, насколько классно я это сделал. Постоянно, да. И я, я не хочу, короче, это для меня, вот обзоры на произведения, на кино, на книги и прочее, мне настолько нравится, насколько глубоко ощущение, как будто бы я сделал какую-то многокомпонентную вещь, люди из него вынули какую-то одну зубочистку, меня это ранит. Есть такая вещь с какими-то, знаешь, такими нишевыми статьями, что я в свое время стал писать статью про фенастерит, и блядь, я так ее раскопал, в смысле, я там столько нашел даже плюсов применения теоретически, которым это можно пользоваться, объяснил, почему фенастерит отчасти является обраткой к саноксу, как это можно нивелировать, и т.д. Но я просто понимаю, что типа вот я сейчас... Ты сейчас полностью описал, поэтому никаких обзоров, пацаны. Бэткомедиан армянский умер, не успев родиться. Да. Так. Теперь каверный вопрос. Не, я просто себе насквенную отбрал. А, окей, окей, окей. Сколько ему пришлось заказывать две пиццы поменьше, чтобы стать таким необъятным? Сколько пришлось заниматься самобичеванием, чтобы выйти в свет? Смотри, у меня был период жизни, когда каждый день... Ты очень много ешь. У меня был период жизни, когда каждый день я ел 2 XXL пиццы с сырным бортом, 5 бургеров, по 4 картошки фри, картошки по-деревенски, 4 литра колы, 26-28 роллов, и это было 1-1,5-2 приема пищи вот так вот. Это не все. Да, это не все было. То есть, по-моему, это была другая какая-то еда. Это длилось 2 года. То есть, мы говорим про 10-12 тысяч калорий, да? Может быть, я не знаю, я не считаю. Кстати, на самом деле, это не пиздеж. Я помню, что в первый раз мы с Арсеном вместе поели, и я был немножко в шоке от того, что как бы, ну вот мы пришли в Акиторию, он съел все то же, что съел я, но еще сверху съел бургер, картошку. Причем это было так, знаешь, это было... Я съел больше роллов, чем ты. Да, по-моему, да. Это было так мило, когда ты взял бургер уже, который просто всей этой кучей еды, при том, что я тоже ем не как 46-килограммовая балерина, типа там была нормальная порция, но ты взял бургер, стал задирать с него глазурь, такой, не, ну это вредно. Козуна сахара, пожалуйста. Матологическую нестабильность. Я очень рано, вот смотри, чтобы дорогие гости, неуважаемые гости, чтобы просто было понятно, я из сверх ранимого, сверхчувствительного, невоспитанного отцом, с абьюзером, старшим братом ребенка выпал в сверхагрессивную интернет и живую среду, и у меня не было никаких навыков эмоционального вот самоуспокоения, само приведение в порядок и прочее, кроме как дрочить и жрать, а дрочить я бросил. И, соответственно, когда у меня было здоровье, и я тренировался по 4-5 раз в день, все это сгорало, потом, когда здоровье начало пропадать, начали накапливаться травмы и прочая срань, это осталось. Вот вся эта, на самом деле, история банальная, она эмоциональная. Так, ну, вопросы про ММА и ЕФСИ, я думаю, нет смысла. Мы уже все рассказали подробно, спрашивают, почему у вас с Арсеном очень разный взгляд на гормоны? Почему? Хотя я не думаю, что они прям сильно разные. Я не думаю, что разные, я думаю, вот точно у меня есть принципиальная позиция, вот это все, что я делаю, я схожу из того, что там не будет синтетики, потому что это невероятно сложно в самодиагностике, в применении, нет дороги назад, как ты говорил, там еще что-то, еще что-то. То есть, я считаю, что пока человек не выработал метаболические здоровые привычки, ну, как минимум рано. Ну, можно кламить, жрать и сразу без ничего, но все-таки кламить лучше жрать, когда у человека, допустим, он ходит в сауну по утрам, когда у него есть нормальная кардиозагинка, нормальное питание. Ты знаешь, вот да, например, вот Дима, да, я думаю, что мы можем про него говорить, он меня спрашивал про ГЗТ, я сказал, что у тебя пока что нет, не будем это делать, потому что, просто люди, которые, у них нет культуры следить за собой, культуры постоянно посещать зал, постоянно занимать физическую активность, если они начинают с того, что они начинают что-то употреблять, из ряда что-то там моделировать в своих гормонах, то в итоге они, скажем так, вместо здорового образа жизни, ну, такого, какого-то относить здорового образа жизни превращаются в наркоманов. Вот я думаю, ты меня сегодня спросишь, почему я не ставлю тест. Тебе контроль надо проходить, тебе типа не вариант. Я бы сказал, я бы ответил так, я знаю, что я стану торчком от теста, вот зная себя, зная свои способности привязываться к каким-то таблетосам. Сколько ты сказал, как ты любишь еду, то да, в принципе, можно эту мысль не развивать. Про еду, единственное, что я хотел договорить, у меня вот единственный раз в жизни, когда полностью исчез этот вопрос, я стал реально всё супер, когда я настолько выключил стимуляцию нервно-гуморальную, вот у меня был период с самого лучшего моего здоровья, всё такое, я полтора года был на монотрофном сыроедении растительном, когда один продукт в один приём пищи. У меня настолько слабая была стимуляция центров аппетита и просто связана, что когда я начинал есть, у меня организм даже не понимал, что я поел, и у меня аппетит исчез из жизни просто как явление. Вот это была классная история. Потом, когда это сбилось, уже я... Представляешь, что такое полтора года есть соло укроп, а потом ты садишься и пицца, чипсы, колос, я не знаю, я не ем зелень, я не заходил. Нет, я к тому, что контраст перепада питательности, плотности... Я понимаю, да. Это как человека, знаешь, вынуть из Африки, где он ничего слаще не ел, корни из жопы капана, и дать ему марксуру. Это как люди, которые сидят на семидневных голоданиях, что про пищевые привычки, и потом просто, знаешь, вот как камикадзе, обвязавшись этим поясом, ныряют в фастфуд. Я просто так скажу, потому что много вопросов было и про лишние весы, что это связано, я просто скажу, что, грубо говоря, механика была такая, что я держал сверхстрогую, сверх такую свежую диету достаточно долго, в какой-то момент меня ебануло просто... Вот многие люди не понимают, что такое депрессия, а скажут, что такое депрессия. Депрессия никогда грустна, депрессия, когда тебе похуй, что твоя жизнь разрушается, и ты просто смотришь на это. Да. Когда вот тебе приходит твоя девушка и говорит, у меня бабушка умрала, и ты такой, акс идёт на мид. Да? То есть это не про это. Когда мне говорят, ты набрал лишний вес, ты же там это... Пацаны, мне похуй, у меня могли родители на глазах умереть в этот период жизни, я бы не моргнул. То есть это такой вообще дальний порядок вопроса. И, соответственно, уже когда выходишь из этих состояний, ну, ты, блядь, борешься с теми привычками нейронными, которые ты наработал, ебланскими. Да, факт. Да? И опять, Блицкригой тут, ну, я не человек, у которого сейчас огромный запас дисциплины, силы, воли и прочего, что тоже завязано на серотонин, который у меня вообще вот столичка. Поэтому, да, я считаю, что я на правильном пути. У меня был момент до ковидной, до пандемии, я очень хорошо пошел на подъем. Я, короче, 99 начал весить впервые за очень долгое время. Да? И уже все. У меня уже живота не было. Ну, потом ковид ебанул. Я опять сбился. То есть, я там, знаешь, я там был, я тебе сейчас расскажу, это про слаженный путь. Я садился, был тогда в Мексике, я садился на автобус, ехал на последнем ночном автобусе до последней остановки конечной, без телефона. И оттуда пешком 25 километров домой шел. Каждый день. Ночью. И потом ложился спать, не поев. Вот так я, короче, в течение там пары недель буквально 125-27 дропнул там до 99. То есть, это чисто, вот я сижу 2 часа ночи, Мексика, я в 25 километрах. У меня телефон без симки, чисто музыку слушать по дороге домой. Все. Кайф. То есть, у меня вариантов нет. Такси не взять, это не взять. В принципе, не ожидал бы, что у тебя будет какой-то менее радикальный способ решения проблемы. Кстати, вот вытекающий из-за пищевой привычки вопрос спрашивает, чем ты питаешься сегодня и примеры твоего рациона. Сейчас я буду говорить про то, когда я живу в Марбеле, когда я прохожу лечение у доктора, потому что когда в России... Вот у меня такое правило, когда я в городе, когда я в России, я ем все подряд. У меня очень ограниченный ресурс силы воли, очень ограниченный ресурс дисциплины. Единственное, когда у меня здоровые привычки, когда мне не нужно для них напрягаться. То есть, вот если вот так вот, не знаю, ты понял, вот эту схему или нет? То есть, я даже не пытаюсь, я сейчас в Москве, я даже не пытаюсь не то, что питаться здорово, я вообще себя ни в чем не ограничиваю, потому что я знаю, что у меня пострадают другие сферы, валятся, я буду хуже работать, я там выпаду и все такое. Когда вот я в Марбеле, я сейчас пробую такое питание, когда как раз я ронял до 99 килограмм, я беру овечий или козий сыр, я беру красную рыбу, сырую без ничего, у меня она где-то уходит 2 килограмма в день, и головка сыра 300-400 грамм. Помимо этого, я пью в течение дня... Сыр хоть низкожировой или... Белый такой. Какой придёт? Белый, ну, свежий самый, который бронет. это много калорий. Охуево, знаю. Вот, и я пью несколько овощных соков в течение дня. Вот это моё питание, сейчас я поеду в Марбеле буквально через несколько дней, я снова так буду питаться, когда я вот, как раз вот 99 я падал за буквально полтора месяца, при том, что мне, самое для меня приятное в этом питании, знаешь, что? У меня не происходит активации аппетита. Не дай бог, я, блядь, съем что-то вкусное. Ну, короче, резюмирую, животный белок и овощные соки, да? Основу рациона. Получается так, да. Калорий вообще не считаешь? Ну, нет. Может, надо? А как? А смысл? For secret? Я все равно не буду это выполнять, если я это делаю, я это не буду. Знаешь, наш марка была, я тебе его кидал? Раньше был пухлый пуверлифтер, который вот завязался на всякие какие-то темы. Все-таки кидал, кидал, кидал. Да, да. Суть в том, что он говорит, что очень сложно потолстеть, если ты просто ешь низко жировое мясо, яйца, яичные белки. Ну, вот я так и стар, получается, так и было. Нет, ты говоришь, красная рыба, там есть жир, типа ты говоришь, сыр тоже много жира. Просто, чтобы люди поняли всю сложность, с которой я с тобой сталкиваюсь, я не главный в своем теле вообще. Когда я хочу описать, что мое дело, представьте, что вот как в фильме Сплит, ты Патриция. Мне, кстати, есть что тебе предложить, но это я после эфира тебе скажу. Слушай, грубо говоря, ты сейчас играешь с Патрицией, да? А там всем остальным управлением занимается другая личность. И я просто, я очень часто в жизни обнаруживаю себя в последствиях действий, которые я сделал, как будто не я. И это вся проблема. Да, поэтому мне вот очень я, это аккуратно, я с возрастом, я просто понял, что это невозможно победить. Шлюха броню Патрицией записывала. Нет, это та Алиса записывала как раз. Вот, поэтому, ну вот мне очень помогает, например, солнце, я солнечные ванны, делаю, ты скажешь, рак и все такое. Не, охуенно. Я делаю 6-8 часов в день. Угебать. То есть, я с 8 утра до 11, рак мы поняли. С 8 до 11 и с 2, ну и стараюсь с 3 до 6-7 до самого позднего вечера. У меня получается, и у меня это очень сильно роняет аппетит, очень сильно поднимает, потому что поднимает, блядь, способности к самоконтролю. Это самая сложная вещь в моей жизни. Вообще, все талантливые вещи, которые я в жизни сделал, я их делал, потому что я отсутствие самоконтроля, чувства меры клал в какое-то дело. Эфир, первый эфир, знаешь, сколько я вел в Перископе? 17 часов. Вау. У меня в какой-то момент был топ-20 самых просматриваемых профилей Перископа в мире. В мире, понимаешь? У меня при 16 тысячах подписчиков в какой-то момент было там 120 миллионов лайков, 120 миллионов ударов пальцем по телефону. И поэтому, когда мне некуда, когда эта вот неумеренность прикладывается к истории... Можешь сказать, что Перископ был в твоей платформе, которая тебя так забустила? Она меня переделала в стримера. До этого я был методистом больше. Она меня переделала в контент-мейкеров, в шоу, вот это все. Поэтому пробежимся напоследок более таким практичным вопросом. Спрашивают про холотропное дыхание как альтернатива психоделическим трипам. Не шагу. Чего, знаешь, вообще? Один раз в жизни юзал, стал очень плохо, было похоже на грибной трип, кстати. Да, конечно, херня, я тоже не люблю чувство гипоксии. Может, кому-то нравится асфиксирую. Но я бы Дэвид, я вот на это отвечу, каким бизнесом сейчас занимаются, кем планируют. Я хотел к этому подвести. Да, из тех, из тех, которые вам интересны, друзья, вот это замечательное зелье. Это вот, кстати, очень нравится дизайн. Слушай, я тебе даже знаю, что я потребую. Ты хочешь накапать медленную лысинку, да? Я хочу, чтобы ты одну каплю уронил, можешь вот на палец себе уронить, ее нанеси себе на голову или на бороду, просто скажи мне, насколько ты быстро черный перец, красный, цитрус, да. На следующем эфире у меня будет вот такая же шевелка. да, гарантированно. Если не будет, то его вина. Самое-самое-самое главное, что есть Б3. Вот я считаю, что вот как это начало. жжет. Сейчас, сразу почувствовал? Да. Обычный минус не то, что сразу начинает сжечь, он знаешь, там минут через 40 ты его чувствуешь, потому что нету пропелингиколи ебанова. Очень вредная штука. Не, вообще на самом деле то, что ты добавил до неоцин, это довольно мудрое. По-моему, мы с тобой разговаривали. Ты даже меня спрашивал, я сказал, что типа это будет. Причем там неоцин не в обычной форме, он такой косметологический, который там спит, блядь. То есть он там без ремнии. Да, знаешь, что у меня тепло на голове есть. И типа это на самом деле, если есть хотя бы минимальные луковички. Ну, сейчас ты будешь жрать таблетки. Давай, давай. А я уже, не, я правда уже. Я от девушки приехал, поэтому я правда, это как на поле чудес, блядь. Крути барабан, блядь. Чего оператора придешь, тоже ставь что-нибудь. Не, Влад, в один день ты попадешь в кадр однозначно. Спрашивают, кстати, вот про миноксидил. Скажи, вот, отмена минокса, будет ли продолжать расти борода? Да, это очень просто объясняется. Это похоже на курс стероидов, насколько я это понимаю. Употребляя миноксидил, ты делаешь 10 шагов вперед, отменяя миноксидил, делаешь 3-4 шага назад. Итогу остается 6-7 впереди. Вся история. Ну, то есть, в том плане, что люди, которые набирают какую-то массу за курс, они потом не полностью сливают, все равно там что-то остается. Вся история. Но, в том плане, что расти дальше не будет с тем же темпом. То есть, там будет какой-то откат. Так, ты же перестан его использовать. Блин, знаешь, у меня всегда такая гора из людей, которым ты распишешь какие-то бады, ты им висляешь. Ты что, хочешь сказать, если я поем хлеб, а потом перестану, если его эффект закончится, ебать стану. Пиздец, блядь, МММ какой-то. Ты же видишь, пока ты употребляешь какое-то вещество, оно дает метаболические эффекты. Ты перестаешь его употреблять, оно не действует. Удивительно. я прошел курс Минокса, последний раз я использовал Минокс в 19-м году. У меня нет ни проплешин, ни злосин. Опять же, представляешь, что такое? Я здесь не вру, по той простой причине, что у меня нет силы воли, у меня нет ни хуя, я бы не смог так долго. Мне еле-еле хватило выдержать свой курс. У тебя волос на Глэ просто пиздец. То есть, у тебя волос на Глэ грузинской девушке, если бы ей еще пересадили волосы с тела, типа вот на небо били грузинских девушек. месяц назад, у меня даже они в пальцы не помещались. Это очень, да, это крутая история. Он оставляет баф до конца жизни, я думаю, Минокс какой-то, 5-10 процентов точно. То есть, у меня всегда быстро росли волосы. Смотри, я думаю, что если размещать не до конца жизни, но если там есть какие-то спящие луковицы, которым уже было суждено заснуть, то они проживут с тобой дольше гораздо. Ну, до того момента, как у женщин начинается менопауза, у мужчин, соответственно, да, там начинается гипогеннадизм. Так, собственно, да, ну, этот вопрос мы ответили. Спрашивают про твое отношение к эзотерике, накопление энергии цигу. Ну, по-моему, все, что ты говорил сегодня, про сдержание, это есть накопление энергии. Я очень, вот если есть сферический вакууме агностик, это я, я готов поверить в существование чего угодно, что вселенная состоит из гномиков, что ты психиатр, и вот мы сейчас в каскадной терапии находимся, и я в очередном припадке снова вижу в тебе Владима Каспарова, да, я готов представить, что вся вселенная, это сон собаки, которая заснула у трассы, поэтому все, только одна, у меня только один вопрос, работает ли это? Если мне говорят, например, знаешь, что железная рубашка? Ага. Вот если мне пока, говорят, железная рубашка есть, я беру пробу, мне ломают, мне бьют, вот ты возьмешь молоток, кувалду, ебнешь мне по голове, и сломается кувалда, я не вижу ни одной причины считать, что железной рубашки не существует. Если когда-нибудь приходит человек и говорит, вот ты знаешь, флетчеризм, ты знаешь, что такое флетчеризм? Многократно мы... С сетевречением как-то связано? Нет, нет. Лечебное жевание. Вот у меня один раз в жизни, реально, у меня не было проблем с ЖКТ, не было живота, идеально все было, когда я начал жевать каждый кусок во рту 300 раз. Я читаю, мне говорят, я читал, я прочитал притчу, что человек выжил в концлагере, потому что жевал 300 раз каждый кусок. Я такой, окей, я просто... Это же, блядь, несложно попробовать. Я пробую, я просто охуеваю, насколько улучшается мое пищеварение и прочее. То есть, в этом плане я готов пробовать, верить вообще все, что угодно. После того, как я это попробую, я понимаю, работает это или нет. А насколько это в отрыве, это вот... Потому что в обратной ситуации люди превращаются в ковидобесов. Да. Вышла мандатория, ВОЗ решила, Министерство здравоохранения утвердило. Я верю. Какая-то, знаешь... Ладно, не будем разговаривать эту тему. Друзья, дорогие друзья, прививайтесь. Болезнь крайне опасна. Болезнь реально. Это не шутки. Блядь, лечиться пора. Сколько еще должно умереть, чтобы ты привился? Сколько? Ты не видел такие плакаты в Питере, в Москве? Я просто охуеваю. Такое психологическое давление. Просто едешь, ничего не трогаешь. Ты просто бать пиздец. Сколько людей должно умереть? Сколько людей должно умереть? Не, по-моему, черное на белом или красное. Что-то такое кричащее. Человек говорит «Все! Все!» Это вырежь. Я такой, типа, блядь. Это режь, нахуй. Я такой, едет, пока не плеваешь, люди умирают. Умирают. Хуй встал. Машины. Это когда, типа, блядь, ты веган, вы веган, вы любите животных, нет, я ненавижу траву, блядь, просто уничтожаю ее по русских масштабах. Тут остались вопросы, типа, про вечный курс к ламидам и тестам, но мне кажется, после такого перфоманса... Давай, я быстренько тогда пройдусь все, что я вижу. Вопрос по поводу идеального места жительства. Я считаю, что идеальное место жительства это Испания, Марбелия, все же с этим связано. Почему? Очень важно, чтобы был хвойный воздух, меня никто не приубедит в этом, это вообще, это не контрящаяся история. Кстати, вот мой батек по этой причине себе дом в Хорватии купил. Вот, пожалуйста, любая хвоя должна быть, потому что это мегапрофилактика паразитов, вирусов, бактерий. Знаешь, вот ты говоришь, что там Испания, в принципе, средиземноморский климат, где есть и хвоя, там есть хвойные леса и там есть море рядом. Вот, где я сейчас прохожу лечение, и прочее, там гора, море, реки, хвоя, пальмы, солнце. Это сосредоточие просто биологических вот этих энергий. Я просто говорю, должна быть хвоя, должно быть больше 300 солнечных дней в году, не должно быть, блядь, ЧМЗ, Челябинского моторного завода какого-нибудь в радиусе 100 километров свалок, и твоя страна не должна закупать ядерные отходы у другой страны. Не будем указывать пальцем, кто так делает. Слушай, братан, мне сейчас пришел такой вопрос, женщина, мы не будем ее называть, но она спрашивает, подскажите, существуют ли добавки, как бы точнее выразиться, от любви, чтобы прекратились процессы вот эти. Ну, просто, понимаешь, я хочу его зачитать, потому что, ну, мне кажется, мне кажется, ты его понял, или ты хочешь, чтобы вместе поняли? Мне кажется, молния, молния, блядь, так не бьет случайно. Типа, вот это не просто так, что этот вопрос пришел, когда ты сидишь здесь. Так еще раз давай. Это тебе вопрос пришел? Это вопрос мне в личные сообщения, блядь, он вообще с подкастом не связан. Я не знаю. Объект как любви? Да. Нахуй мне эти вопросы задавать. Если про мужчин говорят, стратер, стратер, 40 миллиграмм, ты пробуешь стратеру? Конечно. Вот просто пьешь стратеру 40 миллиграмм, и вся твоя сексуально-потенциальная энергия примерно становится на уровне Северной Кореи. Просто вот так вот. А если 8 миллиграмм? Не, ну, слушай, я могу написать много антидепрессантов, которые могут дать такой эффект. То есть, в принципе, любое вещество, которое там обладает серотенергическим действием, оно может быть такое. Еще есть приятный баф в виде собранности, там, сфокусированности и прочего. Но адреналин фоновый и высокий, это все-таки... Это не врачебная рекомендация, да? Это просто мысль вслух. Да. Вот про место жительства. Что лучше, город или деревня? Блин. Я искренне осуждаю людей, которые живут в Москве. Я считаю, что... Я согласен, что Москва это самый удобный город мира. Это просто... Это рай. Но это... Это рай. Это рай дьявола. Понимаешь? Это рай дьявола. Я согласен, реально. Когда я живу в Москве, какая-то часть меня, она просто в экстазе. Любая доставка, любое такси, любая инфраструктура, все цифровизировано. Блядь, там. В шесть утра ты захочешь отбелить анус, удалить татуировку и сделать массаж висков. И все это можно в одном месте, да. Ты сделаешь это на дому, блядь. Да, это классно. Но я считаю, что экологический налог, он очень тяжело ложится. Вот это выбор, который просто делает каждый. Я устал. Все, я не городской человек. Когда я въезжаю в город, я на таймере засекаю, сколько я могу. Вот Москва, это неделя. С неделей уже я иду в тяжелый минус. Что-то еще есть там интересное? Да. Ну, правда ли, что Арсен был вегетарианцем, принялся ли такое пищевое поведение сейчас? Я буду стремиться в эту сторону, потому что меня никто, вот меня никто никогда не приубедит, что питаться рисом, там, тестом, жареным мясом, еще чем-то, дает такое же качество жизни, как питаться монотрофно продуктами. Да, я даже не буду говорить растительным, вот даже просто красную рыбу, сырую без ничего ешь, и берешь эту рыбу, жаришь ее в гриле и ешь. Это, блядь, две разные истории. После гриля я хочу спать. После гриля мне хочется съесть что-то чесночное, что-то сладкое, что-то соленое, еще что-то. А там дальше уже, блядь, и Россию придать можно. Ну, да. Когда вот свежие, максимально необработанные продукты... Сегодня ты пользуешься духовкой, завтра ты продаешь родину. Да, а потом жогу, блядь, на трассу выставляешь. Ну, это было перед этим, да, перед духовкой. Поэтому вот меня никто не переубедит, я не знаю, вот ты никогда так не пробовал. Это сенситивная категория. Ты берешь просто вот месяц, пьешь зеленый сок, пьешь лимонный сок, ешь вот салат какой-то простой, ешь отдельно фрукты, и это настолько меняет чистоту восприятия, настолько меняет уровень энергетики, ты не хочешь спать, ты не хочешь там еще что-то. Вопрос, конечно, того, опять же. Я, значит, я давайте так скажу. За три года моего вегетарственного средения у меня не возникло ни одной проблемы здоровья, исчезло до хуя. Но я видел сотни и тысячи людей, которые разъебали свое здоровье в тряпки на растительном питании. Почему так происходит, я не знаю. Лично для меня я вот все, что сейчас делаю, я возвращаюсь туда, я стремлюсь туда. Просто я сейчас не заставляю себя, а хочу обустраивать свою кухню, свой дом, свой климат так, чтобы это было естественно. Хочешь, я могу против обосновать, почему тебе это зашло? Ну, первая причина это то, что у тебя явно есть какой-то сбой грилленно-лептиновой системы, у тебя проблемы с аппетитом. Однозначно. У меня же есть анализ лептина. Если ты ешь сырую пищу, это пища, в которой, ну, соответственно, меньше присадок типа того же глутамата, и тебе меньше хочется есть, в принципе. То есть, если ты так, грубо говоря, можешь, питаясь какой-то приготовленной едой, особенно для ресторана, есть 10 тысяч калорий, так ты будешь есть 2 тысячи калорий, если ненешь. Ты срывает башню нахуй просто приготовления. Я просто говорю к тому, что если ты пихаешь в себя сырую еду, то, а, в тебя меньше влезает, потому что она дольше переваривается. Да, она просто объемнее и водянистее. Она объемнее водянистее, она дольше переваривается, и б, конкретно, потому что у нее меньше каких-то вкусовых присадок, она меньше дрючит, ну, вот, твой там лептин-инсулиновый каскад. Это мое мнение, как я это вижу. И третий тоже момент такой, Арсен, тоже, который нужно учитывать и, как бы сказать, тоже, мне кажется, я должна участить дисклеймером к тому, что ты говоришь иной раз для продвинутых людей, что ты человек очень увлекающийся, если ты во что-то поверил, то тебе достаточно реально подержаться за что-то, и ты такой, fuck, оно работает. Но все равно, именно вопрос здоровья, у меня мой родной брат переходил на средение со мной, мне очень надо выпадать зубы, выпадать пломбы, он стал бледным. Ну, так просто вопрос в том, что я думаю, что ты ешь в 4 раза больше, чем твой брат на средение. Думаешь? Да, мы почти одно и то же делали. Я думаю, это связано с тем, я думаю, это связано с каким-то минорными вещами, которые, знаешь, грубо говоря, ну, вот, смотри, я всегда ел, например, много проростков, я всегда ел достаточно много растительных жиров, а многие люди, вот такое ощущение, что там, на самом деле, легко разъебаться, но вот то, что я делаю, я посмотрел Денчика Борисова полностью перед тем, как перейти на средение. Представляешь, какое это преимущество перед другими средами вегетариаций было? Это минимальные вещи. Когда я ею много растительной пищи, много растительных жиров, много гречки, единственное, что я замечаю, что я начинаю срать пять раз в день, и у меня лезет экзема везде. На локтях, на коленях. Есть очень большая разница между вегетарианством и монотрофным сыроедением. Посмотри, вот сейчас, это очень интересная тема, я хочу прям две минуты на ней остановиться. Я считаю, что вегетарианство гораздо хуже, чем корневор. Если это вегетарианство... Момент. Но ты вообще за мясо сегодня? Нет. Я не ем его. Я его ем чисто по приколу. Ты ешь рыбу, ты ешь сыр, типа по сути. Но это вегетарианство. Ну смотри, для меня это способ, опять же, восстановить вот эту дугу. То есть, смотри, мне нужно что-то жрать в большом объеме, что-то белковое, чтобы просто быть в сознании. Я не могу сейчас вернуться на растительное строительство и не сразу. Но ты хочешь довернуться. Да. То есть, с каждым разом я увеличиваю количество растительного, уменьшаю количество такого. Посмотри, я просто хочу рассказать. Я считаю, что если человек будет соло питаться мясом, даже жареным, это в миллиард раз лучше, чем он будет есть. Много злаков, гречки, теста, риса, обработанных круп и прочего. Вот мое глубочайшее убеждение, мое ощущение, что огромное количество аутимунг, я вообще считаю, что не существует, практически не существует психических расстройств в отрыве от диеты. Я считаю, что в принципе городская диета, вот эта вот классическая, ВОЗовская с первой таблицей, это просто вот билет в дурку, билет к психотерапевту. Да, со всеми там каскадными реакциями, связанными с воспалениями там мозга и нервной системой и прочее. То есть я замечал, что люди, которые переходят на вегетарианство с большим количеством паст, хлеба и риса и прочего, вот они хуже всех выглядят, они хуже всех себя чувствуют. Как только мы убираем вот эти сложные крахмалы, там всякие картошки, бататы, блядь, рисы и это и прочее, и даже оставляя мясо, яйца, сыр, молоко, рыбу и прочее, человек вообще охуенно себя чувствует. Это мой опыт, это то, что я видел, я не говорю, что это прям супер правда. И вот смотри, вот есть всеядное питание, вегетарианство, сыроедение, и вот в абсолютном космосе и отрыве монотрофное сыроедение с большим количеством жевания. Это пиздец, я себя из могилы им вынул, чтобы ты просто понимал, у меня такая была патовость, у меня печень такая нахуй, слезенка вот такая, органы все воспаленные, почки вот такие, меня смотрят гипотолог, нефролог, иммунолог, какой-нибудь, блядь, сраный гематолог, еще кто-то, я ездил в невирусологии в Москве, вот знаешь, что у меня пока ситуация была? Спит без ВИЧа. То есть, я болею всей сранью, которая есть, гепатитами, цитомигалами, прочими гельминтами, вся срань во мне, ВИЧ отрицательный, каждый месяц я сдаю, вот все, что есть, кроме какой-нибудь гепатита С, наверное, из такого, что не лечится, я заболеваю от каждого чиха, я не могу подняться один пролет по лестнице, после любой еды, я просто лицом в стол, я не выхожу из дома, у меня там, все, я весь отечный, весь живот, лимфа вся прудутая, нихуя не работает, ни один врач ничего не делает, я делаю одну простую вещь, я начинаю пить 5 литров дистиллята в день, я начинаю много ходить, я ем растительный продукт за один прием пищи, все, и, блядь, я из мертвых восстаю. Так, ну, тоже сказать сразу, что дистиллярованная вода, это явно не руководство действует. Ну, и вот, понимаешь, поэтому для меня это очень понятная история. Ну, ты знаешь, опять же, я говорю, что это упирается в очень многие метаболические особенности, особенности психики, потому что, опять же, как я говорю, что у тебя есть конкретные проблемы с пищевым поведением, и конкретно, как я это вижу, ну, мы говорим, так, вот этот, этот у нас беседа душа в душу, я думаю, что конкретно, если бы ты питался просто более сбалансированно, а не искал бы, как бы, либо крайность, где ты ешь, в принципе, все, что не приколочено, или ты наоборот пытаешься жить, как аскет, который потребляет только проростки, которые там росли в определенный солнечный день от такого состояния, и если бы где-то вот истина, она была посередине, я думаю, ты бы чувствовал себя лучше. Я хочу сказать две вещи, которые мы... И я закончу мысль, я говорю, что твоя проблема еще во многом, то, что, и это я не пришляю, это вся психотерапия, я просто, опять же, рассуждать, потому что ты очень сильно увлекающийся конкретно, и у тебя не может быть вот этого какого-то подхода уравновешен, что нам нужно стремиться вот куда-то туда, а типа полумеры нас не очень сильно интересуют. Потому что минимальный триггер интереса и прочего срывает полностью. Я хочу сказать две вещи, и я думаю, что я выскажу все, что хотел на эту тему. Первое, меня, смотри, вот, я тебе говорю, на меня это так работает, я беру лосось, смотри, вот эти ситуации жизни, я купил сурового тунца 6 килограмм, поставил в холодильник, нарезаю два куска, ем, мне все нормально, у меня остается два килограмма, подожди, ты купил 6 килограмм, отрезал два куска, съел 4? Не, не за раз, не за раз, я говорю, я ем, я режу один два куска. Ну, прости, это нужно уточнять после предыдущих рассказаний. Я ем один-два куска, и он так уходит потихоньку, 4 килограмма в течение нескольких дней, остается два кило, я уезжаю в Москву, я понимаю, что ему пизда, продукт жалко, но я понимаю, что я не хочу его есть, я съел свои два куска за сегодня, два стейка, я не хочу, думаю, что делать, да ладно, пух, приколюсь, и беру, и пожарил его в сливочном масле. Я за раз уебал эти два килограмма. То есть, я сидел, я не хотел есть. Ну, вот, видишь, мы подходим к тому, что твоя проблема в компульсивных перееданиях. Нет, подожди, я тебе хочу сказать, вот именно по воздействию на меня, то есть, когда я ел два вот этих сырых стейка, там, ну, это получается где-то кило, наверное, да, я его ел, мне было вообще нормально, и контроль, и прочее, но когда я съел вот эти два килограмма, я ел, и, что ты просто понял, я ем сырую рыбу по два килограмма за раз, никогда, даже близко у меня не будет такой усталости, такого отупения, такой тяжести, такого, который я, любая приготовленная еда на меня так действует. Я не знаю, это проблема, это можно вылечить, еще что-то, любая приготовленная еда, когда попадает в меня, у меня начинают усиливаться те симптомы, которые в 16 лет завели меня в могилу. Когда вот я просто в овощи превращался, ну, что это аутоиммунные реакции, может, еще что-то, но когда я сырую, необработанную еду, я начинаю по-настоящему становиться по-богатырски здоровым. Я вот расскажу эти рассказы, просто при подписчиках, быстро ту историю, когда я тренировался пять раз в день, какое у меня было питание. У меня вот два месяца я держал режим. Йога, грэпплинг, ударка, ММА, качалка, бег. Каждый день, без перерывов. Без выходных даже. Там уж воскресенье, потому что что-то там групповых занятий не было. И бестероидов. Бестероидов, конечно, конечно, только гулять на святом духе. Именно ксидели. Что я делал? Два с половиной литра анасового сока, литр мате с медом и пыльцой в очень больших количествах. У меня уходило, ну, грамм сто пыльцей в день. Ты сейчас сказал про 400 грамм углеводов. Ну, я сейчас скажу, до конца подытож. Я еще раз подскажу. Потом в течение дня я заходил в какую-то вегетарианскую кафешку, там какой-то fancy salad ел, просто чтоб там хоть что-то было. Да, это по сути был салат. Килограм мёда не клали, нет? Нет, и масла тоже нет. Это такая, знаешь, очень любят делать цельнозерновые такие штуки, необработанные. Да, типа там берут, грубо говоря, проростки, перемалывают в блендере, из него формочку делают, такую хлебную. Фи. Мне очень нравилось. И это было пару раз в неделю, не каждый день. И в конце дня я ел примерно, блядь, вот такую вот тарелку салата, в которой было очень много масла, очень много авокадо. Масло там уходило у меня, ну, и орехов. Не могу сказать сколько, но бутылка масла уходила дня за 4, за 5. Вот такая вот обычная. То есть, 1,5 бутылки за раз в салат, орехи и авокадо. Вот это у меня 2 месяца, у меня вес стабилизировался, он не падал, не рос, я весил 85 килограмм, при жировой массе, думаю, процентов 15. Потом вот покажу, ты скажешь на свой экспертный взгляд. И вот это было моё счастье. У меня ничего не болело, у меня абсолютно не болели мышцы. Я спал 6-7 часов абсолютно глубоко, у меня вообще не было ни травм, ни воспалений, нихуя, и всё было классно. Помимо этого, я жрал 50 грамм глютамина в день, это надо уже сказать, да, пил, то есть у меня и спортпит, тогда был глютамин, креатин, аргинин, БЦ я не пил, протеин я не пил, и там по мелочи всякое такое. Вот так вот. Это было, вот если я сейчас к этому вернусь, это будет сказка, это будет мечта просто. Мне кажется, при текущем режиме не пойдёт. Нет, я просто говорю, что для меня это осталось как эталон, как райский сад, эдемский, из которого меня изгнал. Слушай, но ты же понимаешь, что в любом случае, вот то, что ты говоришь, это вот твой идеал, к которому стремиться, что мы в разном возрасте, нам лучше заходит разная еда. Посмотрим, но для меня... Я то есть объективно могу сказать, что как бы вот, грубо говоря, как ел два года назад, мне не подходит сейчас еда, которая была бы идентична. У меня знаешь, какая история с двигательной активностью? Ты же знаешь про воздействие, когда заказывает блуждающий нерв. Я догадываюсь, да, о чём ты говоришь. Вот когда я начинаю двигаться, у меня настолько меняется, для меня еда становится просто неинтересной. Просто закинуть калории, витамины и прочее получил и пошёл ебашить. А когда я не двигаюсь, наоборот, это смысл жизни. Поэтому для меня вот, у меня от активности всё идёт. Вот так вот. А активность я уже, как мы говорили, у доктора Блюма восстанавливаю свои способности к вертикализации, к симметрии позвоночника и всё, что с этим связано. Ну, знаешь, я думаю, что если так подытоживать, то, наверное, ну, то, что ты ещё рассказал, это очень-очень-очень-очень радикальный подход, и он... Заявка на вторую часть. Поставьте. Сколько у вас лайков в среднем? Давайте посмотрим. Полторы-две тысячи человек можно собирать. Ты хочешь эталонно посмотреть. Да. Я хочу сказать, чтобы просто это было, типа, как... Люди должны получить прямой месседж, что им нужно сделать. Так, если у этого видео будет 50 тысяч просмотров и больше 3 тысяч лайков, мы сделаем вторую часть. Окей. Ну, вы его слышали, я не могу здесь поспорить. Так, это самое, подводя к концу, да, то, что мы... К концу уже какие-то... Не знаю, мне уже язык заплетается, потому что разговаривал больше, чем я. Ну, вот видите, сила сыроедения, да, тупорылый мясоед, да, уже не можно ничего сказать. Мыслите критически, пожалуйста, это очень важно. Рассуждайте, слушайте разные точки зрения. Нужно напомнить, что ладно, сегодня два спонсора выпуска, это вот замечательное средство для роста волос, в следующий раз у меня обязательно вырастет пышная шевелюра, ну, как у Тараса Бульба, вот здесь, в одном месте, куда я намазал, в остальном не вырастет. Вот. Да, и бессменные таблетки для улучшения травхи ткани, которые можно найти по ссылке в телеграмме. Я бы даже сказал, что это средство для восстановления семейной гармонии. Короче, если вы будете вот мазать голову вот этим и пить вот это, у вас будет волос, как у него, и вены на шее, как у меня. Главное не перепутать, что куда наносить. Ну да, мне кажется, заливать внутрь, это, блядь, такое себе. Хотя тут тоже есть биоперин, на самом деле. Взять на пенис это вот накинуть, а это внутрь, про пенис, это бодибилдерский подкаст. Ладушки, что, это был Арсен Маркариан, по-моему, это самый длинный подкаст на всю историю. 2.15, наверное. Нет, я думаю, не 2.15, я думаю, сильно больше. Спасибо, что сегодня пришел, я проголодался, пойдем есть не сыр, а хотя, слушай, там суши, сыреческие, да. Вот и не повезти, я хочу сегодня есть, наверное, не буду ходить. Но если я начну, ты извини. Он приблизняется, на самом деле. Давай сделаем, я тебя сейчас начну есть, мы сделаем фото, сколько я съел в итоге. Окей. Вадим, большое спасибо, это большая честь для меня. Да, взаимно. Спасибо, дорогие друзья. Пока, пацаны. Подписка, лайк, да, и вообще тут как бы, блядь, как правило, просмотров 4 раза больше, чем подписчиков, пожалуйста, исправьте эти недоразумения. Адьё.